Круглый стол Круглый стол Экологи, журналисты, юристы, социологи, планировщики территории. Таким образом, такой достаточно интересный состав, мнение которого крайне важно при развитии территории. Я не буду представлять всех участников, у вас есть программы, вы можете их посмотреть. Просто буду каждого представлять перед его выступлением. Вот. Значит, приступаем, наверное, к нашей теме, собственно говоря. Значит, территория Финского залива, побережье Финского залива и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, она является такой территорией опережающего роста. Она очень сильно развивается. Вот такой пример, если в 1997 году через Финский залив переваливалось чуть более 20 миллионов тонн грузов, и эта перевалка определялась в основном мощностями большого порта Санкт-Петербург, то в 2018 году перевалка возросла уже практически более чем в 10 раз. Она составила 232 миллиона тонн. И, безусловно, все эти мощности, они объясняются тем, что появились новые порты, новые перерабатывающие предприятия, дорожная инфраструктура. То есть регионы наши за счет прибрежных территорий мощно развиваются. Но дело в том, что это развитие идет как-то специфическим образом. То есть решения принимаются в кабинетах, какими-то очень высокопоставленными людьми, а граждане, население, местное население узнает об этом в последнюю очередь. В этом плане очень яркий пример города Приморска. Вот в 2019 году на инвестиционном форуме в Сочи губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко и предприниматель Рамис Дебердеев ударили по рукам и объявили всему миру о том, что будет строиться Приморский УПК. Это универсальный перегрузочный комплекс. Это порта 70 миллионов тонн. Местные жители вообще об этом, ну, Ясноморье не знали, да. Но, может быть, там какие-то проценты, которые ползают в интернете, которые активно читают, наверное, были в курсе. А 99% населения и не догадывалось. И 1 апреля этого же года в леса под Приморском поехали техника, караваны, спецтехники, лесовозы. И началась масштабная рубка лесов первой группы, прибрежных лесов. И люди были в шоке. К ним в дома, не в дома, а, конечно, на участке побежало лесное зверьё. Вот эти лесовозы, которые шли караванами, буквально везли лес кругляк, привели их в ужас. Если одна даже бабушка мне рассказывала, что она подумала, что вообще происходит война, да. Вот. К сожалению, конечно, вот этот пример вот такого освоения территории, он не единичный, он осуществляется не только в Приморске, его можно наблюдать, наверное, и в других регионах России. И это является вот таким маркером сегодняшнего дня. К сожалению, с населением никто не ведёт никаких переговоров, никакого диалога, никаких... информация чаще всего закрытая. И, безусловно, это имеет свои последствия, о которых мы сегодня будем говорить. А сейчас я предоставлю слово Марии Паркиной. Она представляет движение СтопПорт. Я не сказала о том, что, конечно, в связи с таким освоением территории граждане объединяются, пытаются как-то защитить права. И Марина Паркина, это одна из активистов движения СтопПорт, которая, собственно, расскажет, как было дело. Марина, у вас 10 минут. Пожалуйста. Добрый день. Благодарю за возможность выступить на данном круглом столе. И, продолжая тему, которую подняла Алина, я бы хотела сказать следующее. Дело в том, что действительно очень многие активисты зелёных групп, например, зелёной коалиции, активисты СтопПорт, наблюдают следующее явление в Ленинградской области и в Петербурге. Совершенно отсутствует представление о так называемом устойчивом развитии территорий. То есть идёт бездумное промышленное освоение, идёт подчинение земель именно такому вот характеру строительства промзон, промышленных объектов, портов. И при этом совершенно не соблюдается интересы действительно населения, которое, возможно, уже там в нескольких поколениях населяет эти территории. То есть, соответственно, вот эта пирамида устойчивого экономического развития, она несколько опрокидывается в данной ситуации. И работая с мнением приморчан, работая с мнением жителей Петербурга и жителей других районов Ленинградской области, мы столкнулись с тем, что, конечно, требуется во всей стране, и в Ленинградской области в частности, ввести понятие комплексной экологической экспертизы, комплексной стратегической экспертизы, которая могла бы оценить совокупность всех факторов, которые воздействуют на Финский залив. Сейчас нагрузка техногенная на Финский залив совершенно умоправоначительная. Она уже давно превысила все расчётные максимумы, которые когда-то проектировали инженеры. И идёт тенденция исключительно к её нарастанию. Наиболее громкие проекты действительно попадают в СМИ, но уже, как правило, постфактум. То есть мы наблюдаем действительно беспрецедентное какое-то игнорирование мнения населения, игнорирование мнения и коренных жителей, и дачников, и просто горожан, которые любят отдыхать. Я думаю, что многие знают такое понятие, как интересы неопределённого круга лиц. И я думаю, что в принципе Финский залив, наверное, можно отнести к такому объекту интересы неопределённого круга лиц. То есть здесь много приезжих отдыхает, а мы в результате видим следующее, что даже те, кто уже не первый десяток лет живёт, допустим, в том же Приморске, внезапно, летом приехав на дачу, обнаруживают, что огромные куски леса, сотни гектаров, вырублены и вывозятся спецтехникой, которая, мало того, что непонятно, куда их кому везёт, ещё, как правило, работает с закрытыми номерами. В Выборгском районе Ленинградской области огромное количество вырубки леса проводится без информационных счетов. То есть вообще, на первый взгляд, это выглядит не просто как игнорирование интересов граждан, а даже как какой-то рейдерский захват территории. То есть кто успел, тот и спилил. И, несомненно, активисты зелёных групп пытаются с этим бороться, поскольку нам совершенно понятно, что и для нас, петербуржцев, и для жителей Ленинградской области, экосистема едина, Финский залив, он един. И невозможно просто продвигать исключительно вот это вот захватническое, экспансивное развитие в плане промышленности, совершенно игнорируя какие-то законы об охране природы, о соблюдении разумной какой-то меры воздействия на окружающую среду. То есть в настоящее время можно сказать, что Ленинградской области данные работы ведутся практически бесконтрольно. При этом большинство так называемых вырубок леса являются санкционированными. И рапортует об этом Комитет по природопользованию Ленинградской области так, что мы добились значительного снижения показателей несанкционированных вырубок. Однако, в общем-то, нетрудно догадаться, как именно это сделано. Дело в том, что практически любая вырубка на данный момент легко получает в Комитете одобрение. Соответственно, конечно, просто нет потребности в несанкционированных рубках. Активисты Зеленой коалиции и Стоппорт неоднократно выезжали в лес и наблюдали там вырубки без информационных счетов, насчет которых делались запросы в соответствующие компетентные органы. И всегда ответы очень витиеватые, туманные. Таким образом, складывается впечатление, что в Ленинградской области вообще мало кто знает, что происходит и кто за это все отвечает. Конечно, вот это как раз и вызывает, наверное, наибольшее недовольство жителей Ленинградской области, ну и петербуржцев, безусловно, тоже, в том смысле, что никто не просто не считает нужным спросить общественное мнение, никто не просто не считает нужным что-то с людьми обсудить и им предложить. А по большому счету складывается ощущение, что Ленинградская область даже сама не представляет, что в ней происходит на местах. Так, одним из ключевых моментов освоения Финского залива возле Северного побережья сейчас можно назвать дноуглубительной работы к Приморскому УПК, насчет которых, ну вот лично на мой запрос, Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора буквально около пару лет назад давало отрицательный ответ, то есть они писали, что данные работы согласованы не могут быть. Тем не менее, сейчас мы видим о том, что ООО Приморский УПК объявляет о начале вот этих дноуглубительных работ, совершенно игнорируя более ранние какие-то директивы, которые должен был бы им высказать Росприроднадзор. Второй тоже такой болезненный аспект, который касается именно порта в Приморске, это его освоение в районе Высокинского озера. Вот если посмотреть на карту, видно, что здесь два таких больших красных сегмента, и второй из них полностью поглощает Высокинское озеро. С Высокинским озером вообще практически детективная история, по той причине, что статус земель многократно переделывался. В кадастровых картах, к сожалению, сейчас уже очень сложно добыть архивные данные, и по сути там речь идет о незаконной приватизации, с которой почему-то Ленинградская область ничего не может до сих пор поделать в правовом поле. То есть данные земли, несмотря на то, что они очевидно были приватизированы незаконно, и были и прокурорские проверки, и действия Следственного комитета России, тем не менее, собственник этих земель так и не поменялся. Что касается вот именно того, как местные жители узнали о вырубке лесу. То есть они действительно, когда растаял снег и решили пойти погулять, увидели, что отсутствуют гигантские куски, что вырублен лес, где они там еще и дедушки и бабушки гуляли. И когда начались какие-то официальные запросы, сперва Приморский УПК делал вид, что это все просто лесозаготовки, а вовсе не строительство порта. В дальнейшем были проведены общественные слушания, на которые была представлена документация по оценке воздействия на окружающую среду, в которой нашли впоследствии юристы более 27 признаков фальсификаций. Ну и можно продолжать в таком духе, то есть проект выглядит очень странно. Сделан он достаточно топорно. Непонятно, кто, конечно, его бенефициар. То есть есть пять так называемых инвесторов. Почему они везде получают зеленый свет? Почему проект ведется вот именно в таком режиме нахрапа, в таком режиме отторжения какой-либо второй альтернативной точки зрения на развитие Карельского перешейка? Поскольку вообще известно, что оценивая перспективы развития портов в Финском заливе, у нас ведь довольно небольшой кусочек Балтийского моря нам принадлежит, многие экологи высказывались и в конце прошлого века, и в начале этого века о том, что России выгоднее арендовать порты, а вот эти территории, место промышленного развития развивать как туристические, рекреационные. То есть наши затраты на содержание порта, они, в принципе, совпоставимы с оплатой аренды и получается даже более выгодно именно арендовать какие-то чужие порты, ну, грубо говоря, да, то есть там, где уже инфраструктура подведена, чем прокладывать новую инфраструктуру. Потому что очень многие, кто сегодня нас смотрит, знают об огромном проекте порта Усть-Луга, который уже там пожертвован огромным куском территории, тоже когда-то нетронутый, когда-то реликтовый, и, конечно, выглядит закономерным скорее модернизировать, суширять его по всему Южному побережью, не захватывать нетронутые куски Северного побережья, а, напротив, вкладываться в модернизацию. Но, к сожалению, вот путь экспансивного развития почему-то выглядит более перспективным в глазах администрации, что, конечно, вызывает сильнейшие несогласия населения Приморска. Вот на слайде, если видно, да, то есть множество было протестов, и на общественных слушаниях обращали внимание и на фальсификации, и на различные инсинуации, на подлог документов, на притворные сделки. То есть Приморский УПК, к сожалению, сопровождает на всем его пути развития та или иная незаконность или как бы недостаточная прозрачность. Поэтому, да, сейчас хочу только последнее слово сказать, что мы анонсировали сегодня сбор средств на экологическую экспертизу, которые будут производить независимые эксперты, поскольку мы не доверяем данным, которые предоставляет нам Приморский УПК. Вообще получилось только с боем, заплатив юристам, от них получить документацию какую-то. И, конечно, хотелось бы попросить всех, кто неравнодушен к проблеме Балтийского моря и Финского залива, Петербурга и Ленинградской области, сейчас присоединиться к этому сбору и внести посильные пожертвования на нашем сайте, не знаю, видно ли его, но в любом случае в нашей группе ВКонтакте легко это все найти. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо, Марина. Всего хорошего, до свидания. Ну, мы еще поговорим сегодня об общественных слушаниях, которые состоялись в Приморске, действительно с фальсифицированными документами. Сейчас я прошу выйти на связь Елизавету Михайлову. Елизавета Михайлова, она представляет Совет Южного берега Финского залива, такая организация тоже общественная, которая имеет офис в Сосновом Бару, но они занимаются сейчас портом в бухте Батарейной. Лиза, вы на связи? Да, я на связи. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня я представляю не только Общественный Совет Южного берега Финского залива, но также и группу Батарейная для людей, группу неравнодушных жителей. И расскажу вам, как реагировала общественность на планы федеральных властей и бизнеса на бухту Батарейная. Но для начала хочу показать вам коротенькое видео, для того, чтобы вы проникнулись тем местом, о котором я сейчас буду говорить. Вот это прекрасная бухта Батарейная, и она находится в 35 километрах от границы с Санкт-Петербургом и в 10 километрах от Атамграда Сосновый Борт. Также она находится на границе заказника Лебяжей, водно-болотного угодья международного значения, охраняемая Пельсинской и Грамслярской конвенциями. Самая важная ценность этой бухты, что это места остановки на пути миграции, десятков тысяч птиц, в том числе лебедей и краснокнижных видов. Также это белый песок, солнце, мелководный залив, то есть прекрасное место для семейного отдыха. Именно здесь, именно это место, эту территорию в мае 2020 года правительство России без торгов передало в аренду группе компаний «Содружество». Об этом общественность узнала из СМИ. Здесь планируется построить производственно-логистический комплекс, а именно терминал, завод и железную дорогу. Если это осуществится, то это будет уже четвертый портовый комплекс на 180 километрах южного берега Синского залива от границ Эстонии до границ Санкт-Петербурга. Почему же снова бухта Бадарина под ударом? Потому что именно здесь, как сказала Лина, в 1997 году уже планировали строить нефтеналивной порт, сургутнефтегаз, даже закладной камень устанавливали, но, слава богу, не состоялось, эти планы не состоялись. Какие же опасности для этой ценной территории? Ну, во-первых, это уничтожение места отдыха тысяч мигрирующих пиц, это нанесение урона рамсавской территории заказнику Лебяжей, это и взмучивание воды, и химическое, и шумовое, и световое загрязнение. Надо сказать, что бухта Батарина с момента образования заказника Лебяжей до 2001 года входила в границы заказника, но в 2007 году, когда заново создавали заказник Лебяжей, бухту и все, что находилось западнее на нее, отрезали и не стали включать, тем самым на треть уменьшили площадь этого заказника. Также, если планы осуществляться, будут уничтожены растения из Красной книги, разрушена самая высокая дюна в Ленинградской области, будет вырубка 100 гектаров леса, а это генератор чистого воздуха для 5-миллионного мегаполиса рядом, ухудшение качества жизни жителей ближайших деревень. Надо сказать, что ближайшая деревня находится в 300 метрах, это деревня Шепелева, и из рекреационной зоны эти места превратятся в промзону, подрыв воспроизводства здоровой среды обитания, и также уничтожение популярной рекреационной зоны, ведь именно сюда приезжают тысячи жителей со всей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Это одна из немногих территорий, которая сохранилась совсем недалеко от Петербурга для отдыха. Узнав об этом, об этих планах, в мае 2020 года мы создали сообщество ВКонтакте «Батарейное для людей» для информирования о планах бизнеса и федеральных властей, для координации действий по защите. Сейчас в группе около 2000 участников, мы здесь размещаем фото, видео, рассказываем о событиях, которые планируются в бухте, размещаем различные статьи, в том числе и научные. Елена Глазкова, это научный сотрудник с Биологического института РАН, рассказала о ботанической ценности бухты «Батарейная». Здесь мы нашли волонтеров, которые помогали нам информировать жителей, они расклеивали информ в листовке и собирали подписи об этом чуть позже. для привлечения внимания СМИ. Также здесь есть раздел обсуждения, идеи, вопросы, чем можно помочь. Здесь мы выкладывали в том числе и шаблоны, писем для властей, и также ссылку на петицию в защиту бухты «Батарейная». Также мы сняли семь видеоинтервью с экспертными мнениями, например, орнитолога, военного историка, также члена рабочей группы от России по вопросам морского пространственного планирования, телком ВАСАП, физика, эколога. И таким образом мы создали такую коалицию, и целью было именно показать не только экономическую ценность этого места, но также и создать новый образ, показать ценность орнитологическую, ботаническую, военно-историческую, что это место имеет очень большой рекреационный потенциал. В эту коалицию также вошли некоторые депутаты из города Сосновый Бор. И совместно мы создали обращение, коллективное обращение к губернатору Ленинградской области и собирали подписи. Как раз вот волонтеры из группы «Батарейная для людей» помогли нам в этом, и нам удалось собрать около 2000 подписей в защиту бухты. Также мы провели открыточную кампанию, распечатали 600 открыток в адрес Мишустина, премьер-министра, и в адрес Грозденко, губернатор Ленинградской области. И каждый, кто подписывался под эту открытку, он оставлял свой обратный адрес. И таким образом мы создали не только коллективное обращение, много подписей, а индивидуальное обращение, сотни индивидуальных обращений. А чиновники, они обязаны отвечать на каждое из них. Так что же нам отвечали, суть ответов от властей, что бухта «Батарейная» — это федеральная территория по Росреестру, то есть судьба ее решается в Москве, что создание особо охраняемой природной территории здесь не планируется. Это они отвечали на наш запрос во включении бухты в состав заказника, потому что купаться небезопасно. А также сложилась такая очень странная ситуация, что губернатор Дрозденко говорил одно и в своих официальных аккаунтах в соцсетях и на видео выступлениях. Он говорил, что там строится порт, не будет. Но в комитетах говорили противоположное, в частности в комитете по экономическому развитию, инвестициям. Говорили, что все идет по плану, дорожная карта есть, и вот мы ее следуем, и порт там будет. И что порт Батарейный очень нужен России. Прекрасно нужен России, но Россия это не только Москва, но также и жители южного берега Финского залива, которые имеют конституционное право на благоприятную проживающую среду. Наш голос тоже должен быть услышан. Как известно, в начале 2000-х годов в российской части Балтики началось портовое строительство, довольно мощное. И это делалось даже не для здоровой конкуренции с Прибалтикой, а скорее для уничтожения инфраструктуры прибалтийских стран. Вот что говорил об отношениях с прибалтийскими странами. Алексей Владимирович Яблоков, это член-корреспондент РАН, выдающийся эколог, профессор. Это кадры из фильма 97-го года «Страсти по заливу», когда раз бухты планировали строить нефтеналивной порт. «Страсти по заливу» в пос���е на экране «Страсти по заливу» «Страсти по заливу» «Страсти по заливу» Продолжение следует... 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 Видно, да. Значит, смотрите, вот здесь порт, то есть вход, морской порт Санкт-Петербурга. Здесь въезжают все корабли грузовые ежедневно сюда в морской порт. Рядышком нефтяной терминал как раз, рядышком золоотвал и здесь образовалась огромная свалка, незаконная, признанная всеми органами власти, на 40 гектар, где скидывается ежедневно сотни машин, грузовые, груженные грунтами, строительным мусором, отходами. И это все прямо идет в залив. Уже горы по 15 метров высотой образовались. Чтобы вы понимали, рядышком это устье реки Красненькая, здесь жилые кварталы, это начало маршала Казакова, вот это Ленинский, это проспект Героев. Здесь Балтийская жемчужина, квартал. Застройщик Балтийской жемчужины тоже. Вот здесь дорогу прямо в море построил, без никаких публичных слушаний были, никто людей не послушал. Прямо дорогу по старым ППТ построили и считают, что все нормально. Конечно, их оштрафовали, конечно, сейчас будем рассматривать вопрос о том, чтобы эту дорогу отменять и перестраивать. Ну, потому что просто в море пошли они уже строить. Так вот, с чего начиналось? Я сам житель, я житель вот как раз вот этого района в Красносельском. С одной стороны, нас пляжей лишают, да, дорогами, с другой нефтяной терминал, который по предварительной информации собирается расширяться. Почему сам терминал, естественно, как бы эту информацию не подтверждает, что он будет расширяться территориально. Сам терминал заявляет, что они будут расширяться только в имеющейся, ну, на своей территории. Но, опять же, все то, что говорит, все действия, которые предпринимают с их стороны, говорит об обратном. Первое, прошлый год назад прошли скрытные общественные слушания по экологической экспертизе. Мы узнали постфактум, а когда мы узнали и написали об этом, все материалы исчезли внезапно. В этом году, буквально недавно, терминалу всучили некий статус инвестиционного партнера, стратегического партнера. Чтобы вы понимали, сам терминал принадлежит зарубежным офшорным компаниям, где даже собственник неизвестно. И, тем не менее, вручается некий статус терминалу, который, я вам говорю, если не ежедневно, то через день люди просто вот здесь вешаются на этой территории, потому что постоянно воняет нефтепродуктами. Почему мы считаем, что он будет расширяться? Дело в том, что прилегающая вот эта территория, где золотвал, сейчас там вот это как раз свалка. Когда мы разговариваем с местными рабочими, они говорят, так у нас задача засыпать всю вот эту часть финского залива, потому что здесь терминал будет строиться. Но, опять же, это рабочие, говорят, которые работают ежедневно там. Терминал же отрицает все это. Окей, но, тем не менее, на данный момент образовано, смотрите, просто какой трэш творится на берегу финского залива. Вот это с окон жителей, которым продавали квартиры с видом на финский залив, на речку красненькую, а в итоге показалось на свалку незаконную сейчас, где горы некоторые под 10-15 метров. Вот это сейчас зимой, ежедневно туда ездят машинки. Вот так это выглядит. Это, я не знаю, Марс или Луна, вот этот, видите, пейзаж. Это куча горы, горы мусора, горы отходов. Вот так это выглядит с кабины грузовика. Причем это на высоте уже 5-6 метров и еще горы выше этого. Видите, какие виды открываются жителям и в каком состоянии находится эта территория. А это берег, это самое ценное место, территория у воды, которая могла бы развиваться в комфортной зоне отдыха. Но нет, они организовали вот такую свалку. Вот как это выглядит с окон жителей. Терминал, да, нефтяной, баками, да. И постоянно вереница, которая едет туда машинами. Вот так это, если посмотреть маленькие человечки и какие горы образовались. Вот для привлечения внимания мы организовали это место, обозвали мусорные горы Беглова, потому что бездействие органов власти, к сожалению, на всех фронтах идет. Помимо этого, при перегрузке отходов, ведь там же еще экострой со всего города сгружает все эти отходы от дно очистительных работ. Со всего города везутся там грузовиками и баржами. И вот что получается от баржи. При перевалке вот такие масляные пятна, которые вот образуются в Финском заливе. Вот такая пыль стоит на прилегающих улицах, когда машины проезжают. Это просто... А видосик, видосик дайте покажу. Ну ладно. Да, просто в видео посмотреть, какая пыль стоит вот от этой непонятной свалки. Она незаконная, признана. Но тем не менее, ежедневно там десятки и сотни машин продолжают туда ездить. И мы бьемся, ни полиция, ни органы власти ничего не предпринимают. К сожалению, видно вот на экране это пылище, когда вот там перед дождем, когда ветер. Люди каждый день чистят свои окна, потому что, ну, свой пыль. Сейчас весна, и это будет усугубляться. Крисимир, спасибо огромное вам. Спасибо Бионе за то, что по этой свалке, по всем этим проблемам постоянно регулярно идут запросы. И в том числе последний запрос. Росприроднадзор привлек все-таки и комитет по природопользованию, который сгружает туда вредные отходы. Спасибо. Борьба продолжается. Вот такое безобразие прямо 5-6 километров от центра Санкт-Петербурга происходит. Нету диалога. Людей игнорируют и активистов. И вот такое безобразие ежедневно происходит. Да, по-моему, Крисимир очень ярко рассказал действительно об этом уголке Финского залива, который в помойку превращен. Там действительно сложнейшие экологические объекты. И мы надеемся дальше продолжать эту тему. Я думаю, что мы все-таки как-то за какое-то время, за год-два-три, но ее должны разрулить. Я думаю, что это состоится. Спасибо огромное, Крисимир. Я приглашаю Анну Шушпанову. И мы сейчас с вами перейдем к теме намывов. Эта тема последнее время как-то поднялась на гребень общественного обсуждения. Эти планы тоже очень волнуют общественность. И вот Аня, которая представляет движение Сестронецкий разлив, она нам как раз расскажет вот об этой теме. Ей тоже занимаются активисты. Анна, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, на самом деле я буду говорить не только, а на мыло. У нас в курортном районе проблем, связанных с использованием береговых территорий, настолько много, что если я начну их просто перечислять, мне 10 минут не хватит. Объясняется такое большое количество конфликтных ситуаций, горячих точек очень просто. У нас очень протяженная береговая линия. Самая большая в Санкт-Петербурге, более 38 километров. Фактически весь район вытянулся именно линией вдоль Финского залива. Значит, почему такие постоянно конфликтные истории? Дело в том, что есть три направления использования береговых зон, которые, в общем-то, взаимно друг друга исключают. Во-первых, береговые зоны очень ценны с точки зрения сохранения биоразнообразия. То есть именно прибрежные, заболоченные территории, подтопляемые территории, они являются средой для обитания очень многих видов, которые больше нигде обитать не могут. Соответственно, один тип использования – это создание заказников. В этом случае хозяйственное освоение территории у нас исключается. Например, вот Тарховский лесопарк у нас хотят сделать заказником. В общем-то, мы этому очень рады. Второй аспект, что береговые территории очень ценны с точки зрения рыночной стоимости. Любое жилье, которое вы возводите на берегу, сразу превращается в элитное и очень дорогое просто за счет своего месторасположения. И поэтому инвесторы борются за каждый кулачок на берегу, находят различные способы обойти законодательство, чтобы построить жилье. Вот сейчас в кадре «Светлый мир внутри» – это апартаменты, которые были построены на той территории, которая была подвергнута комплексному экологическому обследованию в 2018 году. И вот эта часть берега могла стать частью ОПТ. Но теперь она уже частью ОПТ не станет, потому что застройщики подсуетились, успели занять ее раньше. Соответственно, заказник у нас уже будет меньше. Третий аспект – это использование для широкого круга лиц, для рекреации, для отдыха, туризма. Здесь тоже внутри вот этого направления использования берегов есть свои конфликтные ситуации, потому что, с одной стороны, люди у нас стремятся на природу, к ее естественной красоте, но, с другой стороны, они хотят комфорта, то есть, чтобы можно было там где-то посидеть, попить кофе, сходить в туалет, спрятаться от дождя и так далее. И здесь тоже возникают свои конфликтные ситуации, когда власть в попытках благоустроить территорию нарушает ее вот эту именно естественную привлекательность, перегибая палку. А по поводу вот конфликтов между первым и вторым направлением использования, да, то есть, бизнес или сохранение биоразнообразия, экология, ОПТ, я расскажу на примере одного мыса. И вот здесь мы как раз переходим к теме намыва. Как вы видите, у нас естественные очертания берегов не совпадают с тем, что можно увидеть в генплане, если мы рассматриваем на карту Сестрорецка. С чем это связано? С тем, что в 2009-2010 годах в аренду компанию Северо-Запад Инвест были переданы береговые территории в Тарховке и в Сестрорецке. С тем, что они будут застроены и плюс намыты территории в заливе под жилую застройку на жилье для 66 тысяч человек. До сих пор власти продолжают отвечать в официальных ответах, что нет никакого основания расторгать эти договоры, что проект будет закончен в 28-м году, хотя старт должен был быть уже в 2019-м году, пока на местности ничего не произошло. Например, Комитет по транспортной инфраструктуре заключал договора, госконтракты по проектированию дорог на намывных территориях с тем, чтобы подключить их к материковой части в личной дорожной сети. То есть люди у нас думают, что в 2012-м году, когда был митинг, мы отбили эту территорию. По факту мы ее не отбили. Она находится в аренде. Вот конкретно мыс Гагарка, он должен был выглядеть по проекту вот так. В общем-то это все не слишком реалистично, потому что по факту выглядит у нас вот так. Он подвержен напору стихии. То есть мы видим, что там ветры, шторма, вот ломают деревья. Значит, в 2018-м году было проведено тоже комплексное экологическое обследование и вот этого мыса, и Тарховского. И была обнаружена очень высокая концентрация краснокнижных видов. То есть территория мыса, вот он у нас с этой стороны, это Дубковский парк, Дубки, многие, наверное, гуляли. 40 краснокнижных видов на 54 гектара. Это очень высокая концентрация. А кто делал обследование? Слушайте, я не помню, но именно вносилось в законопроект, в закон об экологическом обследовании вносились поправки. А кто именно там проводил, я не знаю. Кстати, в журнале «Экология и права» об этом говорилось что-то. Ну, по-моему, там тоже не говорилось кто. В общем, смысл в чем, да? То есть, с одной стороны, вроде мы успокоились, что у нас будет заказник, не будет на мыло, но вдруг перед вторым чтением закона о ЗНОП мы узнаем, что из ЗНОПа на территории мыса у нас вырезается 1,33 гектара. Причем ровненько в том месте, где по проекту планировки на мыло 2014 года у нас проектировалась уличная дорожная сеть. То есть, проектировалась дорога. То есть, ага, мы думаем, как это так? Власть вроде как бы делает один шаг вперед, два назад. То есть, вроде как нам его нет, нам обещали, что будет здесь заказник, провели обследование. А зачем тогда его разрезают сейчас вот этим вот как бы линией уличной дорожной сети? То есть, если там сделать дорогу, то, скорее всего, там уже не будет смысла делать заказник. Мы написали поправки, передали их нескольким депутатам законодательного собрания. Будем надеяться, что во втором чтении не пройдут. Дело в том, что если здесь делать ОПТ, ЗНОП придется убирать. Но это нужно делать синхронно, убирать весь ЗНОП и сразу делать ОПТ. Но если мы посмотрим на мыс, мы видим, что вот здесь не весь мыс находится в ЗНОП. Почему? Значит, с одной стороны вы видите ту территорию, которая вообще была подвергнута вот этому экологическому обследованию. А с другой стороны видно вот этот вот участок, был передан КИО «Газпрому» под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Опять же, администрация говорит о том, что нам нужны здоровые новое поколение, нам нужен спорт, «Газпром» вам бесплатно построит ФОК, чем плохо. Но получается, что вот этот участок, он вырезается из будущей территории ЗНОП, этого ОПТ. То есть, если ОПТ должны построить, сделать до 2025 года по генплану, запланировано, то ФОК до 2024-го. То есть, его могут построить раньше, чем создадут ОПТ. Дальше, в верхней части мыса. Если поискать в интернете, можно найти информацию, что существует уже готовый проект застройки апартаментами этой территории. Это регуляционная территория, там нельзя строить жилье, но проект уже есть, и вся, видимо, загвоздка в том, что нет инвестора. В 2018 году, когда впервые стало об этом известно, у нас жители записали обращение к Путину. Ну, после этого как-то тема затихла, но мы понимаем, что, видимо, просто нет человека, готового вложить деньги в этот проект. То есть, по факту мы видим, что у нас власти вроде как одной рукой они обещают, что будет ОПТ, а другой по кусочку пытаются отщипывать. Тут как бы у нас и Северо-Запад Инвест еще хочет что-то намыть, построить, и Газпром, и здесь еще у нас жилье будет. И фактически к 2025 году может получиться, что ОПТ будет создавать нещего на этой территории. И вторая тема, которую я хочу затронуть, это благоустройство. Дело в том, что у нас в курортном районе практически все побережье находится в зоне охраняемого ландшафта. А к нам сейчас пришла так называемая комфортная городская среда. То есть, это благоустройство достаточно такое жесткое, с большим количеством твердых покрытий, какого-то оборудования дорогостоящего. У нас, у соседей в Приморском районе благоустроили пляж, который не являлся зоной охраняемого ландшафта. И вот, что у них получилось. То есть, первый же шторм все это разрушил. И пляж как бы, и перестал быть естественным природным пляжем, но и комфортной городской среды тоже там не получилось. И вот летом у нас должны благоустроить золотой пляж. А золотой пляж мало того, что это зона охраняемого ландшафта, это еще и часть территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Там есть компонент Терриокий, Селеногорск, и вот пляж как раз попадает, является его частью. Как мы видим, здесь предполагается поставить конструкции с твердым полом. То есть, мы понимаем, что это может быть заливка бетона прямо поверх дю. А так как территория тоже подвержена стихии, как и в Лисе-Масу, да, все это может быть там разломано буквально в течение каких-то нескольких месяцев. Один минуты осталось. Да. В заключение, я, видимо, рано послала презентацию, потом добавила два слайда, на словах скажу. Значит, мне стало известно, что 3 марта в поселке Лисинос Приморского района в повестку дня муниципальных депутатов и их заседания был включен вопрос о внесении поправок в законопроект о благоустройстве. Имея вот этот вот негативный опыт со своим пляжем, они решили, что нужно что-то менять в законодательстве и будут предлагать изменения именно в закон о благоустройстве касательно пляжей. То есть, они хотят попытаться внести поправки, предложить их законодательное собрание с тем, чтобы эта история не повторилась. Именно прописать, что у пляжей должна сохраняться вот эта вот естественность ландшафты. Пока что я знаю, что идет работа над тем, чтобы эти поправки правильно сформулировать. Но мое мнение однозначное, что как минимум зоны охраняемых ландшафтов нужно исключать именно из программы комфортной городской среды. Потому что предполагается, что мы сохраняем ландшафт, а получается, что мы его очень серьезно видоизменяем, и он теряет именно вот эту свою основную ценность, которая должна охраняться. Да, Аня, спасибо большое. Скажите, вы тесно взаимодействуете с властью или как-то у вас не очень это получается все-таки? Вы знаете, мы достаточно тесно взаимодействуем. Ну, прежде всего, мы пишем огромное количество запросов, получаем огромное количество писем и сталкиваемся с тем, что иногда левая рука не знает, что делает правая власть, либо они делают вид, что не знают. Потому что по тому же мысу Гагарка, комитет по природопользованию нам отвечает, что мы ничего не знаем про проект планировки территории и про то, что там будет какая-то дорога. У нас там будет спланирован заказник и ссылаются на постановление правительства о взаимодействии органов власти от 2015 года. А ППТ дело с 2014 году. И поэтому вроде как им никто не сообщил. То есть у нас получается, что в генплане совершенно взаимоисключающие планы развития территории существуют одновременно на равных правах. И одни комитеты делают одно, там разрабатывают проекты какой-то застройки, а другие комитеты делают другое. Как бы вроде как там готовят заказник. И какая из тенденций победит, абсолютно не ясно в итоге. Понятно, да. Вот давайте пригласим в Билону на наш круглый стол чиновников и муниципальных и городских. Пусть они хоть договорятся как-то, может быть, с общественностью. Но это в качестве так, фантазии. Спасибо, Аня, вам большое. Вот я приглашаю сейчас Ирину Вертигу. Ирина, вы на связи? Вы слышите нас? Да, я включила звук. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Да, мы слышим. Да, хорошо. Презентация у вас есть? Подождите минуточку. Я пока Ирина настраивается. Коллеги, я хочу обратить внимание на то, что сегодня нашим активистам приходится быть очень грамотными и в земельном законодательстве, и в градостроительном, и в экологическом. То есть вот сейчас просто так, да, ну, бороться, выйти, постоять с плакатом, вообще делал не сделаешь. Конечно, приходится разбираться, делать предложения, договариваться с органами власти. В общем, это, конечно, очень такая непростая наука, я хочу сказать. Вот сегодня во что выливается активизм. Нужна, конечно, серьезная грамотность и подготовка. Скажите, пожалуйста, я запустила демонстрацию экрана. Видно ли, да, его? Олег, презентацию мою видно? Отвечайте, да. Да, видно, да, Ирина, видно. Да, все, я, значит, у меня пять минут, да, я быстро... Ирина, вас просят развернуть на полный экран презентацию. А, на полный экран сейчас. Да. Ирина, у вас десять минут, и Ирина Вертига расскажет нам о том, как удалось движению... Так, движению сейчас я точно назову. Сохраним береговую линию. Сохраним береговую линию Юго-Запада Петербурга, да, как им удалось вот отменить проект. Пожалуйста, Ирина, у вас десять минут. Так, сейчас, минуточку, у меня что-то там внезапно какие-то запустились другие приложения, и сейчас я их отменю. вот, отменяю. Так. Так, сейчас не получилось на полный экран, да? Так, ну, у меня почему-то... Кто-то может мне помочь. Я вот открываю... Вот сейчас... А, нужно в самом зуме, да, на полный экран, или как? Нет, вы знаете, нужно перейти во вкладку просмотр и там выбрать полный экран. А это в зуме, да? А это в зуме, да? Нет, это в вашей программе, где вот вы слайды запускаете. Это, скорее всего, Adobe Acrobat или что-то такое? Да, да, да. Так, полный экран. Обычно я просто верхнюю... открывала верхнюю значок и... Так, просмотрим. Ну, почему виды, страницы... А вот там чуть-чуть ниже подпишитесь, пожалуйста, там есть полный экранный... Полный экранный режим. Полный экранный режим. У меня подписано Ctrl-L сочетание клавиш. Ctrl-L? Ctrl-L? Да, да. Сейчас Ctrl-L. Вот, получилось, да? Вот, получилось, да? Да, получилось. Хорошо. Сейчас я попробую... Ага, листается. Все. Ну, я быстро расскажу наши истории где-то полтора года. летом 2019 года, собственно, вот на той территории, которую увидите на экране, которая, собственно, хедлайнер нашей Атиши, это мероприятие. Вот, вообще 10 лет эта территория существовала, не знала никаких посекательств на застройку, и более того, в Красносельском районе, вот если жители у нас здесь есть в чате или в зуме, знают, ну, хотя, вот, Артем у нас тоже местный житель, да, Краснемир. Так вот, в Красносельском районе, более того, многие жители даже не знают, что у нас есть береговая зона и пляж, который уже доступен достаточно долгое время, потому что долгое время город развивался, наступая на, собственно, на болотистое место и не доходил изолива. И вот эта территория существует уже больше 10 лет, и по космосунимкам видно, что это достаточно, ну, устойчивая береговая территория, которая не убывает и не пребывает, да. Собственно, вот, кстати, вот на этом снимке вы видите двухлетнюю заботу других активистов, местных жителей, которые были до нас, тоже, которые, собственно, вот построили, ну, некоторые настилы, ограждения для волейбольного поля на песке, вот, это можно видеть сверху, ну, и другие некоторые усовершенствования за свои средства, собственно, этого регулярного мусора, которые до определенного момента там не было даже никаких, ну, собственно, не было никаких там конфейнеров, которые Роднисар попало привозить, ну, гораздо позже, позже, по многочисленным обращениям. Так вот, я быстро возвращаюсь к сути дела. собственно, уже упомянула, да, что, собственно, сейчас я как раз пролистаю несколько видов для затравки, чтобы вы понимали, кто не знает, о чем речь, то есть, территория наша многопункциональная, там, собственно, там и песчаная зона, и слева, вот, вы можете видеть, я в школу, там, мыс, маячок виднеется на территории, собственно, справа, вот, на нижней картинке выйти жилые дома, за которыми, собственно, вот, уже идет свалка, который говорил Костемир, и, собственно, речка Красника и ТЭЦ. Вот, дальше, вот эта территория со стороны яхт-клуба, видны, жилые дома, вот справа с кораблем вы видите канал, это территория второго яхт-клуба, который ограничивает наш жемчужный пляж, ну, собственно, вот какие, и вот снизу справа это Дудурговский канал, который выходит в прям Балтийский залив, и мы получаем два одинаковых по протяженности берега около километра каждый, так называемый каменный пляж и жемчужный пляж, о котором мы сейчас будем говорить дальше. Значит, у жемчужного пляжа, так это тоже вот территория, дальше, так, вот этот собственно фрагменты генплана 70-80-х годов, как вы видите, вот видно на черно-белом снимке существующей Марины, яхт-клуба, да, и вы видите, как ровненько идет, никаких магистралей по берегу мы не видим, зеленая зона собственно предусмотрена и собственно какая-то вот там, где вдалеке вы видите большой площадной круг, это завершение Ленинского проспекта. Значит, и хочу обратить ваше внимание на картинку цветную слева внизу, где вы видите стрелочку с обозначением один километр, да, это собственно что это значит? Один километр это существующие в планах граница на Мэйвах, которая как раз вот из более поздних 70-80-х годов была запланирована, но так и не реализована и собственно остановлена в 2010 году ровно после выхода закона о ужесточении собственно перевода обозначения на мылных территорий и перевода их собственно из водного фонда в земель. Вот. Так собственно это будет дальше играть ключевую роль, поэтому я так выстрою на это внимание. Следуем дальше. Значит, вот сверху картина вы видите это территория Балтийской жемчужины и как ее планировала обустроить Балтийская жемчужина. Как вы видите от Дудурбовского канала сверху, да, территория канала идет большая песчаная набережная, ну, и с какими-то большими офисными зданиями. Никакой дороги прямо по заливу вы не видите, да, который, собственно, это предмет конфликта, о котором будет речь идти. И что же дальше происходит? Вот этот ровно, ровно эта картинка, которую предоставляла всем покупателям новой недвижимости, собственно, Балтийская жемчужина, все ее видели в информационно-простратной Балтийской жемчужине, и везде эта территория транслировалась как, будучи обустроены вот именно таким образом, никто не предполагал, даже подумать не мог, что все будет совсем по-другому, поэтому, собственно, и никто не просматривал планы генеральные проекты по территории, пока мы в один прекрасный момент, ну, сейчас я забегу вперед, ну, да, пока вот мы в один прекрасный момент, придя в очередной раз на пляж, не увидели этот забор, который видите на картинке справа, причем этот забор сейчас вот на картинке слева вы видите, что он разрезает территорию рекордон ровно пополам, ровно пополам, сейчас дальше не вижу, значит, что произошло дальше, вот эта территория, которая сверху, вот это уже построено через, ну, месяц, наверное, или через два, вот таким образом выглядевшая дорога на четыре полосы, справа вы видите бывшего главного архитектора Ленобласти и ныне одного из чиновников КГА, который дает, собственно, на этом слайде интервью по поводу нашей дороги как раз, а слева вы видите фрагмент внутренней документации КГА, как бы, как эта дорога выглядела бы, то есть то, что вы видите на, собственно, такие тонкие линии по воде, вот, на плане, это неисправленная дорога из планов 80-х и неотмененная из-за намуда. Получается, что Балтийская жемчужина построила свою дорогу ровно под планом КГА, там, 30-летней давности, не заморачиваясь о ее актуализации. Так, дальше я полистаю. Значит, вот как эта дорога выглядела через, ну, месяц, наверное, с коптера. Вот снизу снимок, где вы видите, это было жаркое, жаркое лето, и как раз в этот момент стали нам, как бы, завозить песок для дорожного полотна дороги, как дальше выяснилось. Но мы-то думали, что это привезли для, как бы, за того, чтобы пополнить пляж, и никто тогда ничего не забил тревогу. Дальше мы идем, собственно, справа, вот вы видите на карте генплана эту территорию, ровно которую, ну, разрыв пополам. Ирина, у вас одна минута. Я двигаюсь быстро дальше. Значит, что, а, так, значит, теперь я просто вам рассказала, что произошло, а теперь расскажу, что мы сделали, чем закончилось. Чем закончилось. Так, меня хорошо слышно, почему-то я ехаю слышно? Почему-то я ехаю слышно. Хорошо слышно, да, хорошо. Слышно, да, Так, все, значит, дальше я перехожу к тому, что мы как раз в это время несколько активных жителей были связаны с другой программой, которая в российском районе проводила, проводила коммерческая организация Добрый город Петербург. И вот в рамках соседской мастерской несколько активных жителей, собственно, были, собственно, у нас были сроки по организации нескольких мероприятий, и вот одно из мероприятий мы задумывали по, как раз это совпало по времени, на жемчужном пляже, и увидев как раз, что там происходит, мы решили, еще не зная, что конкретно, мы просто увидели забор, увидели, что разрешение на строительство, и, собственно, даже у нас не возникло мысли, что все это незаконно, и может быть таким. таким, вот, собственно, то, что вы видите, мы организовали выставку на заборе, как-то он строительном заборе, который мы назвали, там, лучшие набережные мира, в данном случае, мы взяли из набережных северных стран, которые, вот как раз, что закончили, там, шведов, в Гагине, которые, собственно, располагались на нашей широте, но, как бы, на территории которых совершенно не было намеков на трехполосную магистраль в ущерб рекреационной пряжной территории. Вот, дальше, ну, вот здесь вы видите небольшую программу, собственно, это проходило буквально вот 11, например, нет, да, 30-го, да, 30-го поставили забор, а через две недели у нас просто уже будут планировать фестиваль, мы его провели, и заканчивали, и было, собственно, придающее внимание жителей к этому забору, потому что, ну, все так же, как и мы думали, ну, наверное, там, песок навезут, что-то улучшат и уберут, так мы думали, но нет, тут-то было, это все фрагменты фестиваля, он был достаточно, там, ну, достаточно много чего мы там сделали, вот слева вы видите, вместе с жителями мы такой, старо или лежат, потому что у нас на пляже, ну, просто показательно, скажем так, что на пляже ни одного, ни места сидеть, ни что-либо сделать, и уже не говоря, Ирина, заканчиваем, ваше время и стекло, ну, вот, билота у нас участвовала со своим масштабом, заканчиваем, ваше время и стекло, Ирина, Ирина, конечно, жители у нас сходили к этому забору, где у нас висклинили принты набережных, и, конечно, мы пытались это обсуждать с ними, Ирина, заканчиваем, ваше время и стекло, и как они к этому относятся, дальше, вот эта фрагмента слева, два из, например, из принта, Ирина, заканчиваем, Ирина, финишируйте, давайте, сейчас голову по Европам, дальше, значит, что мы сделали, мы стали, собственно, писать письма в ЗАГС собрания, в первую очередь мы пришли к нашим муниципальным депутатам, вот на снимке справа вы видите главу нашего муниципального образования и нескольких наших независимых депутатов, которые, ну, приняли активное участие, собственно, и до сих пор принимают, дальше я их, о их роли и дальше скажу, мы провели в местной библиотеке, попытались собрать тоже, вот так же, как сейчас, с одновременной трансляцией собрания с жителями, для того, чтобы подготовиться к публичным слушаниям, которые должны были пройти через две недели, ну, собственно, вот на снимках вы видите там экспозицию к публичным слушаниям и слева обсуждение, которое было самым, ну, яростным, потому что даже на публичных слушаниях не было таких баталий, как было на двух публичных консультациях, на одной из которых был представитель ПГА, на другой застройщик. Все эти записи... Ирина, так какой же результат все-таки? Да-да-да, я двигаюсь, двигаюсь. Это с чего мы... Надо уже останавливаться, не двигаться. Давайте, резюмируйте. Да-да-да, дело в том, что вот на этих этапах, о которых мы говорим, и муниципальное образование, и район администрации стали на нашу сторону. И в заключении в публичных слушаниях, слушания, собственно, которые опубликовали ведомости, вот на 36 страниц не поленились, они почти весь номер газеты отдали под публикацию наше слушание. Вот мы так, собственно, все заключения Ц-36 были против этой дороги. Что произошло дальше? Дальше, собственно, поскольку все ответы, которые мы получали от властей, были, ну, как бы, тоже в русле того, что все идет по плану, вот, собственно, ну, тогда вот мы начали такие протестные акции, вот мы написали некие такие, ну, правде, то, что мы думаем о дороге, собственно, и пытались собирать почты. Слышно меня, нет? И онлайн, и онлайн. Все, иду дальше. Ирина, мы отключаем микрофон. Затем, через три месяца нам на нашу проблему откликнулась депутат ЗАГС Надежда Кеннадьевна Тихонова и провела заседание экологической комиссии ЗАГС, собственно, на которой, собственно, присутствовали ну, почти все все органы власти, которые подписали разрешение на эту дорогу. Вот эту дорогу, видите, новости, вы исчерпали свой лимит времени. Да, да, да. Собственно, я тогда пролистаю тогда, это вот, собственно, это великие местные инфицированно-строительные университеты, выпускников, магистров, они нам, собственно, в рамках магистрской работы сделали один из проектов по как бы можно было сделать. Ирина, спасибо. Действительно, вы очень превысили лимит времени, спасибо вам большое. Вообще, мы поздравляем участников движения, которые защищают Балтийскую Жемчужину и берег Юго-Запада Петербурга с этой победой. Это действительно заметная победа. И я думаю, что участники могут поделиться вообще своим опытом борьбы с другими людьми, которые отстаивают свои права на чистую окружающую среду. И действительно, взять, построить дорогу, четырехполосную магистраль на замечательном пляже, который, к счастью, еще сохранился, но это дикое совершенно решение. И, конечно же, я думаю, что жители, если бы власти и проксировщики как-то посоветовались с людьми и вышли на какой-то диалог, люди бы изначально сказали нет этому проекту. Вот, коллеги, значит, вернее, один из способов выяснения общественного мнения, предусмотренный российским законодательством, являются общественные слушания. Но, к сожалению, как мы с вами знаем, последние годы тенденция такова, что и слушания сами нередко превращаются в формальность. И в данном случае мы хотели бы рассказать о слушаниях, которые состоялись в Приморском, по проекту Приморского ОПК, это летом 2019 года, да, эти слушания состоялись, ну, и которые были, конечно, невероятны тем, что там были предоставлены фальсифицированные документы. я предоставлю слово адвокату Санкт-Петербургской международной коллегии адвокатов Евгению Александровичу Баклагину. Евгений Александрович, у вас 15 минут, расскажите нам, пожалуйста, про это. Добрый день. В своем выступлении я хотел рассказать на примере строительства Приморского ОПК, то есть еще одного, реализации еще одного проекта портового строительства в Ленинградской области на берегу Финского залива, о том, как не работают нормы законодательства нашей страны, об учете общественного мнения, о правильной информации и о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний. Итак, 42-я статья Конституции Российской Федерации устанавливает право граждан на достоверную информацию об окружающей среде и о ее состоянии. Соответственно, имеется целый ряд законов, который говорит о том, что граждане имеют право на информацию, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Эта информация должна быть полной. Соответственно, при принятии каких-либо решений, которые могут повлиять на состояние окружающей среды, устанавливается принцип гласности и учета общественного мнения при принятии таких решений. Это вот законодательные нормы. На практике получилось так, что усилиями крупного бизнеса, а также усилиями судов эти нормы перестали работать в нашей стране. В качестве об этом я хотел рассказать, о том, как они перестали работать, на примере слушаний, которые прошли в Приморском городском поселении 24 июня 2019 года. Эти слушания были посвящены проекту строительства Приморского универсально-перегрузочного комплекса. Итак, состоялись слушания летом, на которые пришло несколько сотен местных жителей приняли участие в этих слушаниях. Эти слушания отличались тем, что разработчик данного проекта представил на данное слушание проектную документацию и в частности в эту документацию входили материалы оценки воздействия на окружающую среду, так называемый, ООС, которые вызвали недоумение и у экспертов, которые их читали, значит, эти материалы, и у местных жителей. Недоумение было вызвано тем, что в этих документах содержалось какое-то неимоверное количество ошибок. Начиная от чисто арифметических ошибок, когда складывались какие-то цифры и получался совершенно невероятный результат. И каким-то фантастическим описанием ситуации в Приморске. Например, многие слышали о том, что согласно данным материалам, данному проекту, при описании окружающей среды разработчики проекта, например, нашли в Выборгском районе популяцию муфлоунов или животных, которые там никогда не водилось. Дальше в ходе рассмотрения этого проекта и представленных материалов выяснилось, что все представленные документы представляют собой полную фальсификацию. То есть видимо был найден какой-то студент, недоучка, которому поручили просто составить документ, похожий на проекты материал оценки воздействия на окружающую среду. И вот такой черновик был просто составлен путем компиляции из источников, которые содержатся в интернете, либо из каких-то других проектов, которым был получен доступ. В этих материалах, например, видно, что использовались какие-то проекты, по всей видимости, связанные со строительством Крымского моста, потому что постоянно идут ссылки на экологическую ситуацию в Краснодарском крае, Красную книгу Краснодарского края и описание животного мира Краснодарского края. Просматриваются определенные фрагменты из материалов по строительству порта услуга возможно каких-то других объектов, возможно строительство северного потока. Дальше в ходе разбирательства выяснилось, что разработчик проекта Приморский УПК подал иск к разработчику проекта ООО ЗАО ИЕС Инжиниринг Инвестиции И, собственно говоря, суть этого иска заключалась в том, что разработчик проекта не передал застройщику Приморского Приморского УПК вообще никаких документов. То есть, то, что от выске черным по белому написано, что работа выполнена не была и Приморский УПК ни одного документа из проекта не получил. Возникает такой вопрос, а что же тогда не представили на публичное слушание? Ну, ответ понятен, что представили фальсифицированные документы, возможно, какой-то черновик, какие-то предварительные проработки, которые проходили предварительное обсуждение между разработчиком проекта и заказчиком проекта. Ну, как бы дальнейшее изучение ситуации выявило то, что ООО Приморский УПК представил на публичное слушание два разных варианта документации. Соответственно, один из этих вариантов был выложен в интернет, а другой вариант был представлен в Выборгскую администрацию, и эти два варианта имеют существенные различия. Ну, вот, по объемам, в частности, по объемам перевозимых грузов, и там много всяких деталей, расчетов. Это совершенно разные проекты. Отсюда можно было сделать вывод, что вообще никакой информации по проекту представлено не было, эта информация фальсифицирована, и, в общем-то, право граждан на достоверную, полную достоверную информацию было нарушено. И таких слушаний, естественно, проводить нельзя. В чем смысл публичных слушаний? Смысл публичных слушаний в том, чтобы граждане получили полную достоверную информацию, на основании полной достоверной информации смогли оценить предлагаемый проект и высказать свое квалифицированное мнение, именно по поводу конкретной реализации данного проекта. Без предоставления полной информации никакого мнения по поводу проекта высказать невозможно. И, соответственно, учет общественного мнения также невозможен. С моей точки зрения, это аксиома. Вот так такова логика этого процесса. Что же у нас получилось? Соответственно, сначала выявили все это безобразие. Я представлял интересы инициативной группы. Инициативная группа написала сначала административные жалобы в администрацию Выборгского района, губернатору и в прокуратуру. Прокуратура провела проверку по данным фактам. И, фактически, в результате прокурорской проверки все факты подтвердились. и прокурор Выборгского района направил представление вот об этих нарушениях в адрес Приморского УПК. Вроде бы, все должно было состояться. С другой стороны, после проведения проверки, правительство Петербурга также провело проверку, сказал, да, имели место нарушения, но дальше ничего сделано не было. Соответственно, гражданам было заявлено, что слушания состоялись, ваше мнение учтено, будет учтено, при проведении государственной экологической экспертизы, и все необходимые изменения будут в проект внесены. Как бы, возникает вопрос, а какое мнение, собственно говоря, было высказано, да, и какое мнение будет учтено. Вот на данных слушаниях было высказано только одно мнение, что представлена неполная, недостоверная информация. Вот в ходе своих выступлений жители называли вот эту информацию, те картинки, которые показывали застройщики, называли мультиками. Соответственно, какой-либо информации там не было. И вот мнение было единственное высказано, единственное пожелание о том, что необходимо представить полную достоверную информацию. Все остальные, ну, естественно, было высказано общее нежелание и общее на фоне недостоверной информации несогласие с этим проектом, и это было зафиксировано. Но никаких мер принято не было. Соответственно, проект был составлен протокол публичных слушаний и направлен по инстанции. Значит, далее мы оспорили протокол публичных слушаний и получили сначала решение Выборгского суда по данному вопросу. О чем пишет Выборгским судом было отказано признание публичных слушаний несостоявшимися и обнулирование протокола публичных слушаний. О чем пишет Выборгский суд в своем решении? Выборгский суд пишет о том, что, господа, протокол публичных слушаний составлен, ваше мнение высказано и будет учтено при проведении публичной государственной экологической экспертизы. То есть, круг замкнулся. Далее данное решение было оспорено в апелляционном порядке и в областной суд Ленинградской области. И областной суд, по сути дела, продублировал позицию Выборгского суда, указав, что публичное слушание по объекту государственной экологической экспертизы состоялось, составлен протокол публичных слушаний, выявлено отрицательное отношение населения к проектной документации, приморский универсальный перегрузочный комплекс, включая материал оценки воздействия на окружающую среду. И далее суд, Ленинградский областной суд пишет, фактически доводы административных истцов сводятся к заявлению о неполноте недостоверности материалов по оценке воздействия на окружающую среду по указанному объекту. И далее указывает, что вместе с тем оснований согласиться с этим не имеется, эти обстоятельства к числу юридически значимых по настоящему делу не относятся. То есть Ленинградский областной суд, апелляционная инстанция указывает, что вот принцип достоверности конституционной полноты информации представленной на слушание не относится к числу значимых обстоятельств. И указывает, что ваша позиция будет проверена при государственной экологической экспертизе. То есть что мы имеем? Мы имеем то, что судами, выборским городским судом, Ленинградским областным судом фактически занята абсолютно неправая позиция, которая в общем-то убивает сами общественные слушания. То есть позиция заключается в том, что неважно, что было представлено на публичное слушание, пусть это фальсифицированная документация, пусть вообще никакой документации, неважно, что было представлено. Главное, что слушания состоялись, был составлен протокол, было высказано какое-то неквалифицированное мнение по поводу всего этого безобразия, и ваше мнение будет учтено при проведении государственной экологической экспертизы. То есть, как бы получается, что можно представить любой фальсификат, любую ерунду, и если составлен протокол общественных обсуждений, то все в порядке, значит, галочка поставлена, можно двигаться дальше. Дальше. Дальше, что мы имеем? А дальше, в общем-то, все продолжилось в том же духе. Значит, вместо того, чтобы выполнить, ну, как бы новый проект, выполнить оценку воздействия на окружающую среду, представить эту оценку общественности, Приморский УПК, значит, под покровом секретности, несмотря на целый ряд запросов со стороны граждан, со стороны вот организаций, которые проводят общественную экологическую экспертизу, втихаря доделали все-таки этот проект, ну, причем мы не знаем, доделали, не доделали, может, они фальсифицировали этот проект, в том числе составили материалы общественной оценки воздействия на окружающую среду и представили вот эту документацию на общественную, на государственную экологическую экспертизу. При этом, как мы узнали уже в постфактум, проведена какая-то непонятная общественная экологическая экспертиза, а сам проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. То есть, я полагаю, что таким образом был, существенным образом нарушены требования законодательства об учете общественного мнения, законодательства об экологической экспертизе. Я могу предположить, так как я никто не видел этих документов, эти документы были скрыты, что это, возможно, те же самые документы, может быть, какой-то другой фальсификат, соответственно, возможно, какая-то компиляция из каких-то других проектов. Опять в описании животного мира Выборгского района сохранены муфлоны, там и какие-то другие животные, мы не знаем о том, что они сделали. Но, тем не менее, вот этот проект, который не прошел, не был представлен на публичное слушание, непонятно, как сделанный, получил положительное заключение экологической экспертизы. Я полагаю, что здесь какую-то решающую роль может сыграть только судебная практика. Мы надеемся все-таки на справедливое решение судов, что режим законности в нашей стране восторжествует и на сегодняшний день нам остается оспорить вот это заключение государственной экологической экспертизы при нарушении принципа достоверности информации, гласности, учета общественного мнения. Это заключение незаконно. Поэтому оно споримо. Соответственно, я полагаю, что инициативная группа в обязательном порядке такой иск подаст, ну и кроме того продолжается судебное разбирательство по поводу общественных слушаний, которые были проведены незаконным образом в июне 2019 года. Ну, соответственно, в настоящее время подготовлена кассационная жалоба, которая будет в общем-то подана, я надеюсь, на законные решения уже со стороны Верховного Суда по этому вопросу. Спасибо, Геннадий Александрович. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот это в Ленинградской области только возможно? Я считаю, что вот этот процесс идет повсеместно, потому что чиновникам очень невыгодно представлять граждан, чиновникам, застройщикам, им невыгодно, им не хочется представлять гражданам какую-либо информацию вообще, поэтому они делают все возможное для того, чтобы вот эту процедуру публичных слушаний превратить пустую формальность. Спасибо. Спасибо, Евгений Александрович. Грустная, конечно, констатация. Будем надеяться, что все-таки опять-таки местные сообщества добьются в судебном порядке в общем-то истины. Спасибо вам огромное. Вы ведете огромную работу на самом деле с зелеными движениями, с активистами, и я знаю, что часто эта работа бывает успешной, но в данном случае, конечно, вопрос такой очень сложный. Я просто думаю, вы знаете, дискредитация общественных слушаний. Это процесс, который не решает проблему. Если чиновники даже надеются на то, что вроде бы как-то что-то решится, это загоняет проблему вовнутрь, и мало того содействует росту социальной напряженности, деградации вообще отношений между взаимодействием между населением и органами власти и судебной системой тоже. И эта деградация, она в итоге ведет к деградации окружающей среды. Вот. Я сейчас хотела бы пригласить к микрофону Марину Вильнер. Марина Львовна, вы на связи? Балтийский фонд природы, биологи за охрану природы, эта организация, которая расскажет нам о экологическом аспекте состояния Финского залива. То есть, вот такая внутренняя политика, которая сегодня у нас ведется, вот такие колоссальные нагрузки техногенные, которые ведутся на внутреннее море, ранимое море, Финский залив, а мы знаем, что это не глубокое море, что оно окружено населенными пунктами, и тем более, вот так растет судовой трафик, растут объекты, множатся на его побережье. Безусловно, это не может не сказаться на экосистеме Финского залива. Марина, вы на связи? Марина, пожалуйста, расскажите о том, что сегодня происходит с экосистемой Финского залива. Я думаю, что это очень интересная экологическая информация. У вас 10 минут. Если в 90-х годах в российской части Финского залива было только три грузовых порта, то к 2020 году количество морских портовых комплексов увеличилось более чем в два раза. Так, теперь у меня слайд заело. Боже мой. Так. 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 У меня заело слайд. Так. Звук остался? Звук остался. Ага, прекрасно. Растет и общий грузооборот. За последние 20 лет общий грузооборот вырос в 6 раз и достигает 250 миллионов тонн, из которых почти половина приходится на стремительно развивающийся порт в Усть-Луге, грузооборот которого за 10 лет достиг 100 миллионов тонн в год. Если рассмотреть отдельные виды грузов, то мы видим, что общий грузооборот удобрений с 2007 года вырос почти в два раза. по оценке Хилком при погрузке и разгрузке ориентировочные потери составляют приблизительно 0,05% от общего объема продукта. Сейчас объем грузооборота удобрений составляет 12 миллионов тонн. Нетрудно посчитать, что только от трех российских портов загрязнение составит 6 тонн. Марина, Марина, вы отключили презентацию свою. Сейчас ее не видно на экране. Не видно. Так. Включите. Сейчас, секунду. На полный экран. С какого места стало не видно? Ну, Марина, продолжайте, потому что иначе у нас уже просто время будет исчерпано. Продолжайте. Это видно была картинка, да? А вот это грузооборот общий виден был? Это не было видно. Так, я очень быстро. Вот это растущий грузооборот общий, из которых у Слуга самый лидирующий порт сейчас. Это вот по отдельным видам грузов, где увеличивается количество грузооборота удобрений, да, и вот эти 12 миллионов тонн, из которых мы 6 тысяч получаем загрязнений. Так, по нефтепродуктам у нас тоже увеличение грузооборотов. 14 раз вырос общий оборот по нефтепродуктам, которые приходятся в основном на порты в Усть-Луге и Приморске. Аварии с участием судов один из источников нефтяных разливов Балтийского моря. За период с 2014 по 2017 по данным Хилком в Балтийском море случилось около 600 аварий. Особые характеристики Балтийского моря, такие как низкая солёность, небольшой объём воды, ограниченная связь с океаном, ледяной покров зимой, делают экосистему Балтики моря очень уязвимой для последствий разливов нефти. Из-за низкого биоразнообразия гидробионтов система восстанавливается гораздо медленнее, чем в более солёных морях. Размеры танкеров, количество перевозок и количество судов разного типа в Балтийском море увеличиваются. Загруженные судоходные пути, многочисленные мелкие узкие проходы и периодический ледяной покров затрудняют навигацию по Балтийскому морю и создают высокий риск инцидентов, связанных с загрязнением нефтью. Наиболее чувствительные к разливам нефти районы мелководий, побережья и скопления островов. Многие охраняемые территории, акватории и территории, имеющие важное значение, как места залежек и размножения морских млекопитающих находятся в непосредственной близости от основных терминалов и путей транспортировки нефти и нефтепродуктов. Стоит отметить прохождение фарватера вблизи гранит заказника Березовые острова, вблизи островов заповедника Восток-Финского залива остров Сескар и вблизи заказника Кургальский. Возьмем для примера популяции, оценки численности которых имеются за достаточно долгий период времени. Речь пойдет о Балтийской кольчатой нерпе и европейской корюшке. Балтийская кольчатая нерпа подвид находящийся на грани полного исчезновения, занесенный в Красные книги Ленинградской области и Российской Федерации. Популяция Балтийской кольчатой нерпы на 2019 год насчитывала около 100 особей. В 1970 годы популяция насчитывала около 13 тысяч особей, а в 80-е годы произошел резкий спад. Эксперты объясняют спад численности с репродуктивными неудачами, связанными с загрязнением органохлоринами. Очевидно, что увеличение грузооборота портов неизбежно влечет за собой увеличение судооборота. Наибольшее негативное воздействие на морских млекопитающих оказывает зимняя навигация, поскольку они образуют членные линные залежки в ледовый период. Полный или частичный сход в воду встревоженных внешним фактором животных часто сопровождается потерей контакта между щенком и танкой, что может в дальнейшем привести к гибели щенка от голода. В период линьки животные не склонны сходить в воду, подолго остаются на берегу или на льду. Отсутствие внешних раздражителей крайне желательно для сохранения залежки. Кроме того, некоторые авторы отмечают возможность снижения репродуктивного успеха у полувозрелых особей при воздействии фактора беспокойства в период спаривания. В период зимней навигации прохождение судна ведет к образованию новых ледокольных каналов и увеличению подвижности льда. Следствием этого становится дробление места обитания тюленей, которое зачастую критично для неперелинявших щенков. На этом слайде как раз представлена картина путей судоходства в районе заказника Березовые острова, а материковое побережье в этом районе это традиционное место любительского подлёдного лова. По научным данным с начала 90-х наблюдается последовательное снижение лова в корюшке. Еще в 2006 году их теологи отмечали резкое сокращение численности популяции из-за катастрофического снижения численности основных объектов питания значительного сокращения уровня естественного воспроизводства и развития неустойчивого рыболовства. Снижение численности корюшки заметно не только промысловикам, но и рыбакам-любителям. По результатам наших опросов местного населения в Приморске и Выборге вылов рыбы сократился на 80% за последние 15 лет. Общее ухудшение экологической ситуации в акватории Невской губы после развертывания строительства дамбы усугубилось в последние десятилетия в связи с интенсификацией гидротехнических работ. В результате территория Южной Лахтинской отмели, где ежегодно воспроизводилось до 45% молодей корюшки Финского залива, в настоящее время утратили свое значение. Нерестилища корюшки Южной и Северной Лахтинских отмелей, на которых в 50-60-х годах добывался строительный песок для нуж города. Марина, у вас осталась минута. А, минута. Так, как обычно, не повезло. Да, хотела рассказать, что вот эти бывшие песчаные карьеры, они превратились в зеленые площади, нефигодные для икормитания корюшки. И при строительных работах образуются зоны сильного замутнения и даже уже начавшая развиваться икра рыбы имеет мало шансов на выживание. Молодь рыб наиболее подвержена гибели при таких загрязнениях из-за невозможности быстро покинуть замутненные участки. Вследствие донных работ тяжелые металлы и нефтепродукты, которые аккумулируются в донных осадках, переводятся во взвешенное состояние, что вызывает мор рыбы, ухудшение физиологического состояния, повышает восприимчивость рыб к болезням и ведет к аккумуляции тяжелых металлов в мышцах и во внутренних органах. Воздействие антропогенной нагрузки на бироразнообразие в целом удобнее рассмотреть на птицах. Птицы мобильная, хорошо изученная группа, богатые им видами, легко доступное наблюдение. Что можно в целом сказать? Марина, вы черпали свой лимит. Давайте. Вот здесь перечислены факторы, которые влияют на птиц. И можно сказать, что одним из общих следствий антропогенной нагрузки это уменьшение видового разнообразия и доминирование в ребённых видах. То есть многие это виды, которые космополиты и в экосистемах, подверженных антропогенному воздействию, на долю всего 3-6 видов может приходиться 75% общей численности и биомассы всего сообщества. Ну, я еще хотела про Оргутскую конвенцию упомянуть, что очень большая необходимость ратификации этой конвенции, это позволит обеспечить мониторинг состояния окружающей среды и природных популяций, наладить публикацию от данных, привлечь внимание научной общественности к необходимости развития инфраструктуры для публикации открытых данных. Сейчас у нас нет цельной картины для мониторинга биоразнообразия. Спасибо. Марина, спасибо большое. Можем ли мы сегодня сказать, что Финский залив, он уже чувствует антропогенную нагрузку, и вот это снижение биоразнообразия, снижение кольчатой нервы, нерпы поголовья, это уже результат. Можем ли мы так сказать, вот и людям сказать? Я бы даже сказала не то, что он чувствует антропогенную нагрузку, он находится в критическом состоянии. Если сейчас не предпринять каких-то мер, то мы получим мутное, зеленое море, в котором будут биоразнообразия, которого будет очень мало. Неустойчивую систему с отсутствием рыбы, с отсутствием жизни, по сути дела. Да, это очень важное, кстати, вот это очень важное заключение. Марина, спасибо большое. И действительно нам почаще надо, наверное, об этом напоминать, потому что люди, принимающие решения, мне кажется, они об этом совершенно не думают. А сейчас мы переходим к следующему нашему блоку и хотелось бы поговорить о том, о направлениях, которые могут стать альтернативой такому жесткому техногенному освоению Финского залива. Вот вы знаете, когда мы ездим в Финляндию, мы там видим очень много всяких яхт, парусов, прогулочных катеров, лодочек, вот люди как-то живут и радуются морю. У нас как-то малое судоходство, оно, малое судоходство называется, как-то не очень развито. И вот о развитии яхтинга в Финском заливе расскажет у нас сегодня Лариса Данилова, генеральный директор предприятия, генеральный директор НИИ акваториального аквапланирования Ермак Северо-Запад. Пожалуйста, Лариса. Добрый день, здравствуйте. У вас 10 минут. Спасибо большое. Я постараюсь уложиться, постараюсь быть краткой. Меня действительно зовут Данилова Лариса Валентиновна. Доклад подготовлен совместно с Александром Владимировичем Ураловым, известным специалистом по яхтингу, известным специалистом по благоустройству прибрежных зон. И институт наш называется Институт акватерриториального планирования Ермак Северо-Запад. Рассказывать я буду о яхтенной стратегии и зеленом пути освоения прибрежных территорий на базе двух крупных работ, которые сделал Санкт-Петербург и которые сейчас делает Ленинградская область. Санкт-Петербург в 2019 году разработал концепцию развития яхтинга города. Правда, эта концепция на сегодняшний день еще не принята и не публиковалась. Мы только-только получили разрешение на публикацию материалов аналитического отчета. А область Ленинградская в настоящее время разрабатывает по программе трансграничного взаимодействия Россия-Финляндия большой проект по развитию яхтинга, который называется 30 миль Россия-Финляндия. Вот тот слайд, который вы видите сейчас на экране, он показывает идею этого проекта. Предполагается, что через каждые 30 миль должна быть марина, где путешественник яхта и те, кто на этой яхте идут, это не едут, это называется идут в море. Вот каждые 30 миль яхта должна сделать комфортную остановку для того, чтобы те, кто на ней находится, могли переночевать, сойти на берег, отдохнуть, посмотреть местные достопримечательности. Ну и только большие спортсмены могут пройти на яхте 100, 120, 150 миль. И, к сожалению, вот сейчас в России есть такая проблема, что от пункта пропуска, например, на границе с Эстонией до пункта пропуска российского, который находится на форте Константин, это остров Котлин, это как раз-таки совершенно технически невозможное расстояние и его нельзя пройти, поэтому нужно по пути сделать 5-6 остановок. Предполагается, что вот эти марины, которые будут на пути, они станут центрами развития и благоустройства территории и привнесут на эти участки берега новые рабочие места, новые какие-то смыслы и станут точками развития побережья. Чем регламентируется вообще развитие яхтинга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Есть соответствующие постановления правительства, они на экране, я не буду их зачитывать. Эти постановления регламентируют собственно места, где размещаются действующие марины, известно, сколько их существует, сколько их планируется или планировалось ранее открыть и сколько, как бы, и какова их вместимость, сколько на них стояночных мест. на самом деле система должна в принципе управляться по-другому, ну и можно сказать, как любое отраслевое развитие, она включает следующие блоки, блок целеполагания, стратегирования, планирования и только потом блок управления. И когда вот система управления выстроена на уровне государства, региона и муниципалитета таким образом, это все, эта система работает. Значит, сначала нам необходима стратегия развития яхтинга в России для того, чтобы, может быть, не только яхтинг, а может быть, водный или морской туризм обрел свое место и была понятна как бы его приоритетность, что он стране нужен. В такой стратегии должны быть установлены соответствующие ключевые приоритеты и индикаторы развития. Потом вот эта стратегия, вернее, положение этой стратегии транспонируется в стратегии социально-экономического развития регионов. В нашем случае это Санкт-Петербург и Ленинградская область. И там они должны уже включать региональные направления развития и должна быть определена их значимость для региона и установлены ключевые приоритеты. После этого уже разрабатываются концепции развития морского туризма или яхтинга, где уже детализируется положение стратегий и они служат основой уже для формирования программы действий. И только после этого можно говорить о размещении конкретных точек и о корректировке вот этих постановлений о размещении объектов яхтенной инфраструктуры. Потом эта информация вносится в документы территориального планирования вот а потом формируется программа действий где определяется кто отвечает за это развитие какие сроки это должно быть сделано и определяется порядок финансирования. Можно следующий слайд? Да большое спасибо. Что сделано? Это я уже сказала следующий слайд пожалуйста мне так не очень удобно да вот давайте на эту посмотрим значит на сегодняшний день согласно положению в Санкт-Петербурге 40 объектов яхтенной инфраструктуры на берегу и около 5000 мест базирования в том числе 12 это 12 новых мест базирования что мы предлагали значит в этом месте я хотела бы немножечко как бы сделать такую врезку и сказать как я себе представляю вот что такое Марина на берегу какой она должна быть и какой не должна быть вот картиночки которые мы видим здесь на слайде слева это наша как бы большой яхт-клуб недалеко он от Невской жемчужины находится называется он Балтийский или Балтийский берег да ну в общем это хорошо известный да и по сути он представляет себе большое количество ангаров индивидуального пользования в каждой из которых вероятно хранится какая-то яхта есть какой-то сервис совершенно неблагоустроенный берег все это окружено сеткой рабицей доступ туда и местного населения и вообще горожан ограничен и в общем никаким объектом развития береговой инфраструктуры это не является это что-то типа того что 20 лет назад в городе были гаражные кооперативы и помните как город те кто постарше отлично это помнят как город мучительно от них избавлялся да занимая эти эти места эти ценные места а побережье это самое ценное что есть у нашего приморского города в общем наша задача совершенно по-другому по большому счету совершенно по-другому отнестись к развитию побережья сезонное хранение яхт должно осуществляться в специализированных каких-то ну не боксах а может быть многоярусных местах хранения вот я привела пример это в Котке место для хранения малого флота а собственно сами места на побережье это должны быть красивые набережные красивые яхты это должно быть место общения с кафе открытое не окруженное ни бетонным забором ни сеткой рабицей ну это вот моя точка зрения надеюсь многие ее разделяют хотя сами яхтсмены могут быть конечно не очень довольны такой перспективой на этом слайде показаны те новые места которые были обследованы в ходе подготовки концепции развития яхтинга Санкт-Петербурга 19 мест было обследовано было много споров почему выбраны для рассмотрения именно эти участки я чуть позже расскажу ну в общем как вы видите места расположены вдоль всего побережья в результате были определены три участка согласно техническому заданию три участка победителя которые город должен был поддержать для них должны были найти инвесторов и там должны были появиться новые марины ну все более-менее эти участки знают участок Балтийский берег участок Янтарь в Ломоносове и участок Канонерский остров я не буду на нем подробно останавливаться он получил достаточно низкий оценочный балл но к сожалению остальные предложенные участки были оценены еще ниже он просто выиграл соревнования по баллам и так участок Ломоносове Янтарь превосходный участок вот он обозначен номер 14 его видно на карте он находится рядом с Сидоровским каналом хорошо да ну хотя это невозможно уложить все все как бы мысли вот недостаток у него один рядом с ним находится участок номер 13 Сидоровский канал который гораздо лучше и гораздо перспективнее для развития к сожалению он находится в федеральной собственности он принадлежит военным они не используют его по назначению но и не спешат передавать в региональную собственность а город не хочет предпринимать усилия для того чтобы за этот участок бороться вот такая вот коллизия у нас получилась ну Балтийский берег участок хороший он единственный его недостаток в том что рядом находится действующий яхт-клуб и конечно же владельцы действующего яхт-клуба совсем не рады вот такому конкурентному соседству почему в рассмотрение не попали лучшие места которые могли бы быть прекрасным местом для размещения марин они или не находятся в региональной собственности или они обременены какими-то охранными зонами или договорами аренды или они уже ранее были включены в постановление и поэтому просто просто вообще не рассматривались фактически город нашел новые места на неудобных территориях болотах и промзонах вот по большому счету на тебе на тебе боже что нам не боже абсолютно получилось именно так что на тебе боже и конечно это вызвало бурное недовольство яхтенного сообщества я бы хотела показать один перспективный участок где мы хотели бы видеть да да вот вот посмотрите пожалуйста это замечательный участок находится он в острове Кронштадт между двумя северными батареями это огромный участок до двух квадратных километров представляет собой практически замкнутую акваторию способную вместить до тысячи и более яхт если бы этот проект был реализован это был бы новый морской фасад Санкт-Петербурга как морской столицы это была бы крупнейшая марина на Балтике и Санкт-Петербург стал бы крупнейшим центром развития яхтинга Лариса а что для этого надо по-вашему политическая воля значит если мы говорим в целом то прежде всего нам нужны пункты пропуска никто не придет к нам сюда на яхтах на гостевых мы сегодня не успели обсудить потребности местных жителей яхтсменов и потребности международного туризма как бы то что называют вот эти гостевые яхты но пока у нас расстояние от пункта пропуска на эстонской границе до Кронштадта да будет 130 миль к нам никто не придет нам нужен пункт пропуска на границе то же самое касается и со стороны Финляндии там есть пункт пропуска на Сайминском канале вверху но никто же не пойдет вверх по Сайминскому каналу с побережья для того чтобы там пойти в пункт пропуска и вернуться назад нам нужен удобный пункт пропуска в Выборге или Высоцке ну там где там где реально можно пройти границу это первое а второе вот этот участок объединенный участок первой и второй северной батареи тут тоже есть коллизия дело в том что часть этой акватории да морской акватории находится в долгосрочной аренде и вместо того чтобы достигнуть соглашения с арендатором этой акватории да предпринять усилия как бы ну выполнить свои прямые обязанности мы исключаем этот участок из рассмотрения потому что он на нем есть некие обременения вот к сожалению такая практика спасибо большое а скажите ягодная стратегия она подразумевает какие-то доходы в местные бюджеты например безусловно или это бесплатно чисто вот такое какое-то любительское дело которое не приносит доходов ну во-первых во-первых что бы я хотела как бы отметить береговая территория это самая дорогая территория которая есть у города и тратить ее на то чтобы размещать на ней промышленные предприятия или размещать на ней даже вот эти вот ангары для хранения ягд это абсолютнейшее расточительство эта территория она должна приносить доход и должна приносить доход как материальный так и нематериальный это область для благоустройства это область для того чтобы там были кафе рестораны какие-то прогулочные зоны. Что касается яхтенной марины, безусловно, когда она размещается в Санкт-Петербурге, это один из рядовых объектов, и, возможно, супермаркет принесет больше денег на этом месте. Когда же мы говорим о небольшом городе, например, о Ленинградской области, о каком-нибудь там Вистину, Ломоносове, яхтенная марина может стать центром притяжения, вокруг нее может образоваться прекрасная благоустроенная зона, она обрастет гостиничными комплексами, точками питания какими-то, объектами развлечения, музеями и так далее. Она станет точкой притяжения и визуально, и она станет и точкой благоустройства. И фактически создает... Спасибо большое за предоставленное слово. Понятное дело, что это очень интересная возможность. Жаль, я очень многое не успела рассказать. В следующий раз развитие побережья. Уважаемые коллеги, с нами сейчас в нашем круглом столе принимает участие градостроитель, урбанист, член градостроительного совета Петербурга, эксперт ряда международных площадок, например, проекта «Ватерфронт» Даниэр Юсупов. Даниэр, скажите, пожалуйста, вы нас слышите? Да, я вас очень хорошо слышу. Замечательно. И сейчас Даниэр позволит нам, как я понимаю, заглянуть в кухню принятия решений на территории Санкт-Петербурга, на береговой зоне Санкт-Петербурга. Если нет, поправьте меня и слушаем вас. У вас 20 минут. Хорошо. Так, виден ли мой экран, да? Минутку, усеку время. Ну, да, доклад мой называется «О тенденциях развития береговых территорий в Санкт-Петербургской области. Тенденциях». Но мне приходится для того, чтобы объяснить тенденции, закинуть якорь несколько подальше, закинуть якорь примерно на обзор 30-летней перспективы, потому что некоторое наследие, некоторые факторы мы наследуем именно в размере этого поколения, 30 лет. До сих пор они имеют места в нашей действительности, это раз. И второе – это удобное такое, удобное плечо для сравнения, потому что я напомню, нынче это, в общем, не так очевидно, что 30 лет назад такие города, как Копенгаген, Осло и Стокгольм оспаривали между собой не очень почетное право называться «самые уродливые из европейских столиц». И вот как-то вот за 30 лет они совершили такую, в общем, достаточно заметную конверсию, а 30 лет, напомню, это еще и шаг поколения, именно поэтому это тоже удобный такой шаг для сравнения, для того, чтобы понять, что происходит сейчас и откуда происходят некоторые достижения и упущения настоящего момента. Ну, давайте поставим точку отчета 80-90-е годы, если кто не помнит. Я, кстати, почему-то хорошо помню эту историю. В черте города доступ к береговой полосе точечный, если не сказать вообще единичный. Он весь не обустроен, он весь находится в серой зоне. На территориях предприятий или военных зон, я так их выделяю в особый вид территорий, инфраструктурных объектов, на всех, на них очень ограниченный доступ. Некоторые-то вообще закрытые территории, как остров Кронштейн-Осов-Котлин весь был закрытый территорией. Или там Канонерский остров, например, тоже. В нем был доступ только по специальным пропускам. И в середине 80-х пропуска начинают потихоньку отменять, закрытые зоны открывать. Мы, наконец, видим, что на них происходит. Еще такой тоже немаловажный аспект. Первый общедоступный космический снимок Санкт-Петербурга появился в 92-м году. То есть можно было... Раньше было вообще невозможно понять, что происходит на территории этих серых зон. Их планировка не была видна на картах. Только специализированные карты, доступные очень немногим. И вот у нас появляется космоснимок. На нем тоже трудно что-то, в общем, конкретное было понять. Он был в низком разрешении, но, тем не менее, продавался в печатном виде. Можно было увидеть, а что там на Канонерском острове, а что там на Западном Котлине. Раньше это знание было доступно только очень-очень узкой группе... Очень узкой группе лиц. Так, а мне тут что-то сигналят, да? Чат один, что-то в чате появляется. Не знаю. Городской пляж в ту пору... Ну, поправьте, если я ошибаюсь, потому что есть еще несколько было внутренних пляжей. Но я имею в виду те пляжи, которые выходят на Большую воду. Он всего один. Он у Петропавловской крепости. Остальные пляжи доступные, да, вот береговые линии, либо в курортной зоне в пределах, там полуторачасовой, двухчасовой доступности, либо неформальные. Ну, например, в гаване был... Я не нажал этот пляж. Была песчаная полоса. На самом деле, это полоса на территории базы, которая тренировалась гидросамолеты. И, в общем, это, конечно, не то, о чем мы говорим, когда говорим о доступных горожанам береговой линии. Из этого происходят некоторые традиции, которые частично сохраняются до сих пор, что то, что происходит с береговыми линиями и прибрежными комплексами, знает только узкий круг специалистов и проектировщиков. Да, в 80-х годах практиковалось их приглашать на рабочие группы профильных комитетов или рабочие группы, которые созывались по отдельным проектам. Но, опять же, да, рабочая группа – это не дискуссионная площадка, это площадка очень тесной коммуникации, фактически такая кулуарная работа. То есть оттуда информация, если и выносилась в СМИ, то по воле отдельных участников этих рабочих столов. А если, допустим, какие-то СМИ допускались к работе на таких рабочих группах, то участники рабочих групп просто молчали, и никакой коммуникации, в общем-то, и не происходило. В рамках государственного конкурса на гласность СМИ имеют спорадический доступ к береговым линиям, но только по каким-либо отдельно взятым поводам, то есть не такой, не тогда, когда им, допустим, захотелось, а тогда, когда их пригласили за чем-либо, например, осветить успехи реконструкции водоканала. В общем, общая картина 30 лет назад – весь доступ к берегам затруднен, неблагоустроен, не на виду, не в поле обозрения и внимания гражданского общества фактически. Соответственно, гражданская часть очень спорадическая, очень дискретная, и она связана напрямую с деятельностью специалистов. Она не может быть инициирована сама 30 лет назад. Что же изменилось спустя целое поколение? Во-первых, меня интересуют три вопроса. Как изменился ландшафт, как изменилось гражданского части и как изменилось проектирование? Подхожу, например, к тому вопросу, который был объявлен в самом начале. Большое событие, что массовая жилая застройка наконец выходит на большую воду. То есть мы имеем ситуацию Гринфилда у воды. Я не скажу, что раньше массовая застройка совсем не выходила к воде. Но там, в частности, вспоминаем развитие западной зоны северо-запада Васильевского острова. Там какие-то дома как-то выходили на воду, но между домами и береговой линией была такая полоса гаражей, в общем-то, такая достаточно ржавая полоса. И выход к воде настолько неблагоустроен, что его, собственно говоря, и не было. Но вода была видна, в общем, из окон некоторых квартир, обращенных к ней. В 2000 году мы имеем массовый выход жилой застройки на юго-западе. И там уже речь идет о том, что именно поэтому, например, появляются такие горячие точки, как отвал строительного мусора от снесенного спортивного комплекса, потому что он виден из окон жилых домов, и люди могут непосредственно видеть, что вот ночью выезжают какие-то грузовики, что происходит, вообще вываливают какой-то грунт в Финский залив, они начинают интересоваться, что происходит в пределах доступной им акватории юго-запада Финского залива. Территория предприятий, прилегающих к береговой линии, тоже не столь массово, но все же можно говорить о массовой их редевелументе, она тоже застраивается жильем. Мы имеем достаточно существенный уже фактор браунфилдовой воды, развитие уже застроенных территорий, в основном старопромышленных. В итоге состояние береговых линий оказывается в поле зрения, и главное, внимание, достаточно большой массы гаража. И когда мы посмотрим, что же происходит с гражданским участием, это имеет существенный фактор. Ну и нельзя не отметить, что увеличилось, хотя и не для 6-миллионного года города, в действительности 8-миллионного города, я бы так сказал, 6-миллионный город, который живет как 8-миллионный. Увеличилось не некоторое количество доступности и благоустроенность точек выхода на воду, их все равно критически мало. И важно, что ввиду того, что у нас на протяжении буквально, наверное, можно уже говорить о столетии, вообще не было никакой практики проектирования зон воды, их дизайн очень малофункционален. Ну, например, с социальной точки зрения или с точки зрения развития практик использования открытой воды, он весь ориентирован на какую-то одним только дизайнерам понятную красоту. То, что они считают красиво, то они и проектируют, то, собственно говоря, и строятся. И такая традиция, увы, имеет происхождение в виде вот этого разрыва почти столетнего нашего неумения проектировать подобные выходы к воде. Как за 30 лет, за время вот этого поколения, изменилось гражданское участие в развитии прибрежных зон? Вообще участвуют граждане каким-либо способом или нет? Здесь, я думаю, что мы можем говорить о некотором прогрессе. Бессловно, мы, конечно, отстаем от наших коллег из северных стран, но это отставание, есть надежда, что мы в несколько прыжков можем, в общем, как-то компенсировать. В Ленобласти я не могу констатировать большой успех, потому что там, в общем, происходит на фоне редевелопмента ведомственных и военных зон производственные, на фоне того, что к нам пришли с обеих сторон северо-съюга нефтепроводы, госапроводы и угольные порты, и там начинается, в общем, большая деятельность по конверсии лесных зон промышленных. Отдельные эксперты и активисты, преимущественно из города, знакомые с экспертами, и поэтому знакомые с этой ситуацией, плюс немногочисленные местные жители. Это очень слабомощные, ну, я, на мой искушенный взгляд, силы, которые пытаются противостоять силам, так сказать, несоразмерным по масштабу. Прямо скажем. То есть мы можем говорить, что хорошо, что они хотя бы есть. Горожане как-то вот в этой всей истории участвуют либо как эксперты, либо как активисты, но в общей массе представляют себе каких-то незаинтересованных дачников или пожимающих плечами, когда рекреационная зона вдруг, с их точки зрения рекреационная, превращается в какую-то промышленную. Да, ну, уже сказал об этом, да, в горячих точках происходит конверсия ведомственных и военных территорий промышленных в интересах госкорпораций в основном, либо дискретный такой, знаете, ползучий такой самозахват прибрежных полос отдельными частными инициативами, не очень большими. Именно поэтому они тоже в серой зоне внимания, они выходят из-под внимания и какого-то общественного контроля, и все это происходит, потому что может происходить каких-то там выраженных протестов мы тут не имеем, либо они имеют такой тоже очень спорадический характер. Протесты против использования, например, против захвата деловыми структурами озера Красавицы и тому подобное. И большинство территорий пребывают, ну, совершенно в гомеостазе, в ожидании сколь-нибудь, когда-нибудь крупных инвестиций. Такое впечатление, что они, в общем-то, вообще их собственники не заинтересованы в никаком их развитии, их арендаторы, ну, как сказать, по мере силы масштаба своей деятельности их осваивают. В общем, я бы так вот это все резюмировал, что вот эрозия, я имею в виду, не только природная. Да, там у нас берега эродирует, мы теряем берега, там, в Лисим-Носу, допустим, или в парках Дубки в Сестрорецке. И экономическая эрозия, значит, можно и так транспонировать экологические термины в области экономики, прибреженных территорий в области, они все находят в слепой зоне внимания горожан, в слепой зоне шестимиллионников. Это мы, такую ситуацию, на мой взгляд, мы имеем в области, и там есть куда двигаться. В населенных территориях все происходит значительно бодрее, сложнее и, считаю, интереснее. Во-первых, с 2014 года появляются городские активисты как более или менее консолидированная сила. Они и до этого были, но они были отдельные, они не были связаны между собой, они скорее выступали от лица экспертов, участвующих в рабочих группах. То есть они не были такими активистами, которые работают, например, с горожанами, с населением, такой уже термин давайте будем употреблять. И они мигрируют от одной горячей точки к другой, но по проектам, где они возникают, да, вот там, парка на Васильевском острове, там, к освоению юго-западных территорий. Они мигрируют от одной горячей темы к другой. То есть есть, конечно, активисты, которые специализируются конкретно на городском озеленении, они пытаются войти со своим советом буквально в каждый проект, для того, чтобы там приподнять флажочек, например, озеленения. Либо они, ну, есть и такие активисты, которые мигрируют с одной темы на другую, там, с велосипедизации на уличную еду, с уличной еды на общественный транспорт, и хорошо, что, в общем, у нас появляются какие-то активисты, которые теперь уже заняты темой активности на воде. С 17-го года становятся заметными местные сообщества по интересам и по локациям. До этого это были разрозненные горожане, и они не представляли себя какой-то относительно консолидированной силой. Тут катализатором процесса явились именно появления городских активистов, что, в общем, считаю, хорошо и повышают среднюю температуру по больницам, озабоченность и состоянием береговых линий. Что я хотел бы здесь еще тоже специально отметить, что если социальная активность в прибрежных зонах, да, заинтересованность растет, то как-то экологов пока еще, я в нескольких проектах участвовал, несколько таких сообществ, в общем, знаю хорошо, знакомых с их деятельностью, экологии еще довольно-таки далеки от этих групп. Вы, если помните, в трехопорной схеме устойчивого развития экология является равновесной экономикой и социальной сферы. Я считаю, экологию нужно срочно поднимать. Но в этом тоже на страновом эффекте происходят какие-то позитивные сдвиги. Я, в частности, участвую в программе МПА, Мастер for Public Administration, образовательной программе Сколково, которая пытается образовать в теме городской экологии все муниципалитеты страны, до каких только можно дотянуться. Лина, вы со мной разговариваете? Я просто слышу, что вы говорите. Получилось у нас тут, мы технику проверяем. Да, продолжайте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. С 2018 года, это не так давно уже, это уже мы подходим к пандемическому барьеру, в городской повестке начинает быть совсем заметно и играть сообщество вокруг активности на воде. Мало того, что они там демонстрируют свою активность, регулярно происходят какие-то фестивали, перформансы, они становятся регулярными участниками тематических городских СМИ, ну, после даже определенного характера, там, собака, рупа и перпепера все-таки у них своя, что называется, аудитория, но тем не менее, они появляются достаточно часто в поле внимания горожан. Это, я считаю, хорошо для развития приближных зон. Ну, и те сообщества, которые объединены вокруг плавсредств, у них тоже, в общем, происходит некоторое повышение средней температуры по больнице, возникает некоторая история их притеснения, хотя в действительности их власти пытаются полупринудительно выйти из тени и сказать, что те основания, на которых они до сих пор, там, 30 лет существовали, они уже не могут оставаться такими же, и через поколение оно должно быть уже пересмотрено. Ну, те основания, на которых они существуют, да. Там тоже были истории и самозахвата, и какие-то недобросовестные договоры, и паразитирование на городских сетях, все это все-таки как-то нужно организовывать, именно поэтому в этой зоне происходит как заметное движение. С 2018 года, опять же, невозможно было не заметить, как возникает такой жанр, как регулярные городские конференции по актуальным темам и вопросам, в том числе и вопросам прибрежного развития. Но я, в частности, вел два года подряд тематические конференции проекта Waterfront, и вот еще недавно на Собаке.ру, что я могу сказать, что это впервые за пост, наверное, советское время мы замечаем представителей администрации и комитетов, причем профильных комитетов, во-первых, среди аудитории, во-вторых, среди участников дискуссии, да, они дебатируют, ну, как могут, там, на своем административном языке, но тем не менее отвечают на вопросы, как умеют, да, иногда даже их задают, хотя с этим сложнее. И вот то, что представители администрации, власти и комитетов выходят на диалог, это уже большое достижение всей этой действительности, раз. И второе, не могу не отметить, что и к ним же тут же, к этим дискуссиям, конференциям и подиумам подключаются представители муниципалитетов, что уж ну совсем неожиданное достижение постсоветского времени. Я считаю крайне, крайне важно для того, чтобы все-таки образовалась какая-то устойчивая коммуникация не только в горизонтали, активистов, горожан, урбанистов и предпринимателей. И, кстати говоря, именно поэтому к этим конференциям вдруг обрели голоса предпринимателей, которых раньше до этого было, в общем, не слышно, потому что они не считали нужным, с кем разговаривать. Между собой они на бизнес-конференциях разговаривают. Как раз, когда появляется власть, тут у них появляется хороший гиповод. Представители, да, комитетов, представители муниципалитетов. Так, ускоряюсь, у меня полторы минуты всего. Появляются речные лаборатории. Я, например, не могу не упомянуть исследования МЛА, они раскрыты в Петербург. Открываются лаборатории по отдельным проектам развития различных фрагментов набережной Охты. Два проекта, творческое объединение кураторов и проект «Ватерфронт», серьезно заняты развитием событий на юго-западном фронте, так это его назовем, «Ватерфронте». И в 2019 году впервые появляется такой труднопонимаемый жанр, как мастер-план. Ну и вообще такой необычный кейс, когда законодательное собрание является заказчиком мастер-плана развития территории. Что такое мастер-план? В стране нет по этому поводу ни закона, ни консенсуса, ни какого-то общего понимания. Поэтому будем считать, что через эту практику это понимание и консолидируется. В моем представлении мастер-план – это договор общественного согласия между всеми участниками градостроительного развития, куда входят и граждане, и предприниматели, и власти, и муниципалитеты, как равноправные. Мир, спасибо. И в конечном счете законодательное собрание становится медиатором между властью и горожанами. Я последнюю фразу произношу, она... Нет. Ну давайте, придется последнюю фразу произнести. В целом, проекты наследуют фрагментарность, точечность и бессистемность. Вот это блуждание постсоветского времени за 30 лет. Сами проекты не структурировались как-то там. Нет сквозной концепции политики и механизма коммуникации. Хорошо бы она была, и хорошо бы она была именно в виде мастер-плана, в виде договора общественного сознания. Согласие удачно бы смотрелось в рамках генерального плана. И именно поэтому конфликты будут шириться множество, средняя температура по больнице будет подниматься, непонимание будет увеличиваться. Хотя, возможно, есть какие-то перспективы, которые, я так чувствую, нам объяснят в рамках следующего доклада. Спасибо огромное, Данияр. Очень интересный доклад у вас. И скажите, пожалуйста, эта проблема может решиться заключением таких соглашений, такой политической воли власти или бизнеса, например? Или все-таки нужны какие-то механизмы, уже опробированные, скажем, в мире? Как вы считаете? По поводу планировки и решения территории, планировочного решения территории. Могу так ответить. Коммуникация вертикальная более или менее налаживается. Из нее, к сожалению, напрочь, ну, в условиях Санкт-Петербурга, в условиях остальной страны там по-другому все устроено. Напрочь выключено самоуправление. Оно вот если само себя там не найдет, никто ему место искать не будет. И что еще важно? Да, важно, что вся эта вертикаль не спускается до проектировщиков. Сейчас в пылу, так сказать, в тени, наоборот, борьбы за вертикальную коммуникацию как-то упускается тот шанс, что проектировщики сидят в своей норке, в своем черном ящике, делают то, что они делают, тем способом, каким они привыкли за тот же период, про который я говорю, от 30 до 100 лет. И для них вот это все, гражданскую часть, это все большая неожиданность. Они приходят на сессии соучастного проектирования как зрители, а не как те люди, которые, вообще-то говоря, должны в своих, в интересах к качеству проекта модерировать эти сессии. Вот эта практика еще у нас впереди пока что. Ну, я имею в виду масловая практика. Специалистов-то по этой части у нас хватает. И у нас даже, кажется, через год мы запустим образовательную программу для проектировщиков, в которой социальную реальность воспринимали бы как норму в своих проектах. А вот экологическую реальность, тут нам нужно содействие как-то со стороны экологического корпуса. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ирина Вертига, вы на связи? Слышно что-нибудь? Ирина, вы нас слышите? Ирина должна выступить у нас с сообщением по поводу как раз проекта, механизма привлечения к градостроительным решениям, к планированию территорий, который носит такое название Интере Костензон Менеджмент. Ирина, вы готовы 10 минут нам сделать сообщение по поводу этого? Прошу прощения, что прерываю. Данияр, извините, вы не могли бы отключить демонстрацию вашего экрана? Спасибо. А то ваша презентация видна. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, сейчас я делюсь экраном и продолжу. Ирина, у вас 10 минут, пожалуйста, уложитесь, мы уже затянули. Так, ну вот, я рассчитывала, что я буду после доклада про морское пространственное планирование все же рассказывать о введении. Я, значит, необходимо переформулировать свою презентацию. Но, тем не менее, вот хочу сказать, что вот тот механизм, о котором сейчас буду говорить, который, ну, скажем так, на каких-то пространствах только формируется в качестве документа положения к действию, где-то этот, собственно, механизм уже действует. Но сейчас вот у нас был такой момент, когда в рамках собственно морского пространственного планирования, этот механизм, который является частью, а именно управления прибрежными территориями, должен, ну, найти свое место и там в России. И поэтому небольшое введение, я считаю, что, собственно, не повредит ни активистам, ни интересующимися прибрежными территориями, территориями, ну, и экологам, значит, дальше. Я тогда начну с того, что же такое управление прибрежными территориями и зачем оно нужно, да? Ну, вот скажу там общую сбитую фразу, а с тем, может быть, не все ее знают, что прибрежная зона у нас составляет все 8% поверхности мира, но обеспечит 25% собственно, мировой продуктивности. Ну, вот, помимо, значит, помимо важности, о которой мы все знаем и за что мы все любим береговые зоны, собственно, сейчас я покажу. Программа, о которой я сейчас говорю, она будет касаться именно Балтийского региона ровно потому, что именно, собственно, приграничное сотрудничество этих стран сейчас, ну, собственно, занимается тем, что как раз формулирует и, в принципе, морского пространства на планировании и, в принципе, вот такого прибрежного управления. Значит, какой путь прошел этот механизм и зачем он нужен? Так, сейчас немножко конечно-таки определение, во-первых, к тому, что мы понимаем под прибрежными территориями, да? Собственно, и почему мы к ним обращаемся? Собственно, задуматься о прибрежном управлении начинается тогда, когда, собственно, на берегах начинаются либо проблемы и вот они в пирамиде у меня перечислены, да? Собственно, либо какое-то большое англопогенное промышленное влияние, либо в честновение, собственно, для разнообразия, либо еще чего, либо еще какие-то моменты. и вот, собственно, на Балтии вероятно, настал такой момент, когда, собственно, вот эта проблема стала актуальна. Значит, как я хочу, что я хочу сказать по поводу стран? А, нет, по поводу, наверное, все-таки определения, как понимают, собственно, как понимают, что входит в понятие береговой зоны, о которой мы говорим, это не так, минутку я российский, сейчас найду слайд, вот, в России, ну, я не буду зачитывать, то, что вы прочтете на слайде, но хочу сказать важную вещь, что, скажем так, определение береговой зоны у нас в водном кодексе, да, это не совсем то, что подразумевает та стратегия, о которой я говорю. Стратегия управления прибежными зонами, в нее входит и береговая часть, и приводная часть. В разных странах она определяется по-разному, где-то несколько миль в обе стороны, где-то несколько сотен километров, как в Испании, например, в России у нас собственно прибежная территория собственно отчитывается от береговой линии собственно в направлении суши и 500 метров считается береговая защитная полоса, но несмотря на это, смотря на ее название, защитная полоса, формально на этой территории могут строиться объекты и промышленного строительства и любого другого строительства при определенных условиях, если они имеют определенные системы очистки от воды воды. Вот. Но тем не менее это скажем это не самый хороший случай для пенсионированных бреговых зон и ровно поэтому собственно этот момент тоже собственно в этом документе стратегии конечно должен быть учтен и в этот момент иметь место быть. Сейчас я перейду коротко тогда не буду так значит здесь коротко как функционирует стратегия там где она нашла свое место ну коротко скажу что впервые задумались об обреговых зонах на сессиях апреля ООН в 22-м году но гораздо раньше в Соединенных Штатах уже функционировали похожие документы и более того сейчас это собственно не секрет что США в Канаде наиболее скажем так очень много прибрежных территорий и собственно морских гранит да вот вероятно и поэтому тоже там собственно может быть чуть раньше начались собственно процессы значит дальше я перехожу собственно что какие принципы входят и что подразумевает под собой стратегия зачем во-первых следует сказать что конечно стратегия во-первых первое и главное обоснование ее это так называемый экосистемный подход в котором три составляющие главные логичные социальные составляющие экономические они не просто в равновесии но экологические составляющие имеют некие некое преимущество если я правильно излагаю можно вот собственно терапично потом поправить значит что дальше ну вот основные принципы вы их видите на экране значит а как собственно как они выливаются на практические решения я могу показать на следующих слайдах если кто-то не прочел надо ли зачитывать скажите ну принцип давайте я тогда быстро пройдусь принцип долгосрочной перспективы это понятно принцип принцип управления в условиях неопределенности принцип учестного места специфики принцип взаимодействия с естественным процессом учет потенциальной емкости прибежности территории принцип адекватно-правовой конституционной базы и принцип участия заинтересованных сторон процесс управления в том числе и у жителей вот этот момент важный я о нем дальше скажу а сейчас я коротко покажу сказано о том какие еще принятия решения есть и на каких механизмах они основываются значит здесь вот как раз вы можете видеть на картинках как это к сожалению нашего консильского района если вы видите на верхнем верхней картинке слайда идеальное решение когда например жилые объекты отстоят от береговой линии на определенные расстояния между ними ирина у вас минута на нижних слайдах вы видите что слева как раз это решение которое идет в разрез с сохранением и береговой полосы и видно что есть отходы от предприятия то правый слайд как раз говорит о более приемлемом решении это собственно вот те условия которые должны быть учтены в ретро обводки положения о управлении береговой значит иду дальше собственно здесь на этом слайде как раз показано как например морские пути могут быть просто отделены от места обитания там рыб скажем да и собственно от ну как бы безмоторных или моторных видов Ирина заканчивайте заканчивайте делайте выводы так значит я бы хотела связать в последнем слайде необходимость в принципе зачем нам нужно пространственное прошу прощения береговое управление ведь ну жили мы без него там сколько 70 лет да ну жили бы еще 70 но одним из главных моментов и вытекающим следствием из вот этой концепции управления как раз является то о чем говорил Данияр ведь по сути концепция управления береговыми территориями является подготовительной работой мастер-плану по береговой территории и об этом ясно сказано в документах поэтому я бы хотела для примера привести пример города Нью-Йорка в котором как раз таки в 2008 году местным законом городского совета сейчас была разработана такая стратегия и на примере вот вы видите слайды прибежных парков которые возникли за последние 10 лет и как это выглядит в пространственных планах вот например вы видите на карте слева вы видите карту карту территории предназначены для для нетронутой природы если это можно сказать да привести на карте на справа вы видите пешеходные отделененные пути значит следующий слайд позволяет Ирина заканчивайте позволяет увидеть собственно пассажирский транспорт который на всех кладах вы видите Манхэттен собственно пассажирские пути вот на морские пассажирские пути паромные на карте справа вы видите ничто иное как карту конечных клубов которые очень популярны собственно на Манхэттене и вот видите сколько их есть много они собственно даже нанесены на карты планирования города в отличие ну вспомните сколько таких клубов Ирина спасибо вам большое Ирина спасибо вам за выступление мы уже тоже опять-таки перешли границы времени спасибо большое а сейчас коллеги мы с вами приступаем вот по-моему к такому главному докладу Андрей Дорофеевич Лапо исполнительный директор института акватерриториального планирования Ирмак Северо-Запад перед нами выступит и он расскажет о такой области знаний такому подходу как морское пространственное планирование Андрей Дорофеевич пожалуйста Андрей Дорофеевич а меня слышно Андрей Дорофеевич вы нас слышите да ну мы все внимание демонстрацию презентацию так вот этот доклад это свет в конце тоннеля когда так видно демонстрация да спасибо Лина я хотел бы более предметно остановиться на чем с чего вы говорили как-то в самом начале что какие бы общественность хорошие идеи не выдвигала надо действовать в рамках установленных правил и установленных законов одним из таких законов может быть морское пространственное планирование может быть потому что в Российской Федерации его пока нет хотя мы уже 10 лет работаем плотно над тем чтобы все-таки морское планирование появилось мой доклад в какой-то степени будет носить теоретический характер надо сказать с точечными выходами на практику и Балтистого моря и Квинский залив что такое морское пространственное планирование это планирование целевого использования морских акваторий для различных видов морской хозяйственной деятельности защиты и сохранения морской среды а также развитие приморских территорий в целях определения планируемого размещения береговой инфраструктуры обеспечивающей эти виды деятельности ну так если немножко подумать то это здорово напоминает генплан или схему терпланирования если мы уберем море из этого текста но есть особенности ключевым элементом морского пространственного планирования является экосистемный подход скажу о нем чуть ниже и второе даже не определение а дополнение морское пространственное планирование это публичный процесс анализа пространственного распределения человеческой деятельности в морских районах для достижения экологических экономических и социальных целей которые обычно определяются в рамках политического процесса вот я выделил на слайде это политический процесс это по сути дела общественный договор между властью бизнесом и жителем сегодня мы много слышали о тех ну так мягко скажем недоразумения или глупостях которые творятся на берегах нашего Финского залива но это история возникновения морского планета 2000 лет кто сильнее тот прав ну в общем примерно то что сейчас творится у нас на берегах в какой-то момент пришло понимание что надо договариваться худо или бедно но начали договариваться и 10 лет назад на берегах Балтийского моря при помощи двух наших ведущих организаций Балтики Хельсинская комиссия и ВОСА введение стратегии вокруг Балтийского моря при активном участии МОК ЮНЕСКО было выработано соглашение к регулированию человеческой деятельности на пространстве Балтийского моря только Балтийского Балтийского моря должен сказать сейчас пионер в области морского пространственного планирования и вот этот инструмент МПП он стал активно применяться была создана рабочая группа Хелком ВОСА по МПП я вот в нее вошел вместе с Ларисой Даниловой она сейчас сидит в зале рядом с вами а вот на этом слайде справа картинка все сидят за столом считается что это все страны Кадли из которых высказывает свою позицию что ему что-то надо что-то не надо я бы обратил внимание вот на этот маленький спич одного из участников о делегации из России присутствует вот делегация из России к глубокому моему сожалению на всех этих совещаниях в течение 10 лет представлена двумя представителями коммерческой структуры фирмах северо-запад все остальные страны представлены на уровне чиновников те кто принимает решение мы по сути дела работаем в режиме отслеживания того что происходит пишем доклады нашему правительству ну дай бог со временем процесс сдвинется вот он сдвинулся в Европейском Союзе все страны Балтийского моря кроме России это Европейский Союз по дорожной карте которая была принята в 13 году к марту 21 года все страны должны были разработать морские пространственные планы когерентные через границы то есть согласованные через границы вот 6 планов здесь представлены они выполнены 7 план Дания она должна в апреле доложить как она его выполнила ну а Россия пока официально как белым пятном была так белым пятном и осталась глубокому сетелению я вам показывал вот те вот картинки с национальными планами говорил что они должны быть когерентны европейские страны любят друг друга обнимаются целуются но дружба дружба это бачок врусь поэтому когда планы действительно стали делать когерентными то оказалось что подходы стран к видению морского пространства использования своего морского пространства на границах не совпадают и вот здесь выделены такие не знаю ваши наверное голубые круги видны наиболее проблемных зонах на самом деле значительно больше там где морские пути проложены через особо охраняемые территории там где нефтедобыча совпадает с ветеринными фермами и так далее но в честь европейских стран надо сказать что в настоящее время они более-менее в общем утрясли свои проблемы и разрешили трансграничные конфликты у нас особо никто не акцентирует внимание на проблемах хотя они есть но здесь вот кусочек нашего выборгского залива вот это желтое это место нахождения автантов шведских кораблей сражения 1790 года это уникальная аркологическая территория подводного наследия но прямо на ней расположена якорная стоянка порта которая как вы понимаете не способствует сохранению наследия здесь это уже сахалин здесь вот эти лицензионные участки нефтедобычи совпадают ну или пересекаются с местами размножения серых китов это ВВФ готовило предложение ну в честь наших нефтяных компаний методом добровольно принудительного согласования они ограничили свою работу в период размножения и каким-то образом сосуществуют вот дошли до экосистемного подхода комплексное управление деятельности человека на основе наилучших имеющихся научных знаний об экосистеме и ее динамике для обеспечения устойчивого использования экосистемных товаров и услуг хорошо написано только очень сложно оценивать эти экосистемные товары и услуги и поддержание целостной степи систем но на отдельных моментах я чуть позже скажу тем не менее разработан применительно к Балтийскому морю базовый документ руководства по экосистемному подходу в морском пространственном планировании его как раз разрабатывала вот эта рабочая группа Килком ВАСАМ он принят и утвержден высшими должностными лицами организации но согласно этому руководству как и следовало предполагать основным методом оценки комплексной оценки воздействия является стратегическая экологическая оценка к моему глубокому сожалению в нашей стране ее тоже нет мы подписали конвенцию ЭСПО которая предполагает или обязывает государством вести в свою законодательную базу соответствующие документы но не ратифицировали этот документ поэтому не считаем себя обязанными соблюдать требования этой конвенции второй ключевой момент морского пространства планирования это участки заинтересованных сторон они называются стейкхолдеры для краткости организации местные жители о чем сегодня много говорили а также уполномоченные органы соседних стран способы увеличения ну в общем понятно в первую очередь это информация любая семинара публикация потом идут обсуждения встречи сбор анализ предложений ну вот можно привести такой пример когда поляки делали свой москвит пространственный план они собрали по-моему более трех тысяч тех самых предложений на общественных обсуждениях и на каждые дали письменный ответ есть руководящий документ опять-таки в рамках филком восса разработан руководство по трансграничным консультациям в увеличении общественности и сотрудничества наша страна его подписала на уровне неестественных природных ресурсов но поскольку у нас нет морского пространственного планирования то введение в действие этого документа приостановлено так скажем вот только что мы говорили о вовлечении местных жителей два дня назад был круглый столб морского пространственного планирования на форуме день Балтийского моря вопрос проводили опрос если позиции морских отраслей и местных жителей не совпадают какой путь решения проблем вы считаете наиболее действенным было три варианта ответа следует запустить процедуру широкого обсуждения один ответ решения должны принимать органы власти и приоритетно должна быть позиция местных жителей в голосовании участвовал около 100 участников круглого стола ну в общем достаточно грамотных специалистов как вы видите насчет приоритета местных жителей отношение очень скептическое то есть все все-таки считают что мнение жителей оно должно быть не приоритетным оно должно учитываться в процессе широкого обсуждения именно обсуждения хотя вот это обсуждение реально может занять очень много времени мы говорили про особенности морского пространственного планирования в принципе их три особенности основных это три уровня планирования поверхность моря водная толща морское дно но с учетом того что остается ветерки тут еще атмосфера проницаемость границ в том числе государственных для организмов и загрязнений и распространение последствия морской деятельности на большие расстояния но вот справа такая маленькая картинка это спутниковые снимки образования территории для пункта Бронки вы видите что мутные воды идут идут по финскому заливу я не знаю какая была реакция жителей это 14-й год какая была реакция жителей Ломоносовского района и курортного района Петербурга но возмутились финны вот эта взвесь уже в очень ослабленном состоянии дошла до их берегов осела на дно нарушила процесс нереста рыб в результате у них упали уловы рыбаков это вызвало обеспокоенность на уровне правительства ну и потянулась соответствующая переписка между финскими и российскими ведомствами учитывая то что на нас давят с разных сторон на Россию по морскому пространственному планированию а это но Балтика да он пионерный регион но в том или ином виде морское планирование идет на Черном море идет Баренцево море идет на Дальнем Востоке на Каспии наши органы власти согласились с тем что надо разработать дорожную карту продвижения морского планирования в России что такое дорожная карта это план действий по внедрению комплексного подхода к планированию рационального морепользования ну вот по нашему мнению а мы являемся исполнителями этой дорожной карты то надо разделить федеральный региональный муниципальный уровень чтобы все заинтересованные ну сначала органы власти а уже с их поддержкой или с их работы и жители участвовали бы как раз в планировании этого самого морепользования два разработчика наш институт экран северо-запад и российский гидромет университет Петербург у нас большой набор хороших поддерживающих организаций по разным регионам страны и что для нас важно это поддерживающие государственные органы Министерство природных ресурсов и экологии Министерство иностранных дел и в меньшей степени Министерство экономического развития ну вот на круглом столе два дня назад еще определенную определенный интерес к нашей работе проявила морская коллегия при правительстве Российской Федерации это достаточно высокий уровень власти и если нам удастся с ними наладить отношения убедить их в том что морское планирование необходимо то есть реальный шанс что процесс сдвинется в нужном направлении ну задачи разработчиков я особенно не буду говорить мы готовим собственно не сам план мы готовим проект плана действия по продвижению морского пространства на планирование поэтому понятно что потому что понятно что собственно план действий должен принимать готовить уполномоченный орган исполнительной власти а принимать учитывая его комплексный характер должно правительство Российской Федерации то есть мы в своем своей дорожной карте готовим только проект плана действий ну вот это один из основных и очень интересный слайд как же собственно у нас должно осуществляться вот это самое рациональное морепользование мы считаем что это процесс циклически круговой то есть процесс который можно начать но если раз ты его начал нельзя закончить ну в качестве исходной точки наверное можно взять сбор данных очень много данных надо для морского планирования но вот по зарубежному опыту начинали когда-то при подготовке первых пилотных планов делали 200 слоев исходных данных потом 400 потом 700 сейчас делают за тысячу это вот тот объем информации который должен переводить планировщик когда он разрабатывает собственно план потом идет морское пространственное планирование собственно на основании стратегии социально-экономического развития российской федерации и субъекта и на его базе на базе стратегии формируется морской пространственный план или распределение вот этой морской деятельности в пространстве когда у нас есть пространственный план на его основе готовится план управления это распределение деятельности во времени, осуществляется его реализация. Дальше отслеживается состояние морской среды и выполнение плана, и мы получаем снова возврат в базу данных. В центре всего этого лежит экосистема. Всё, что мы делаем, всё крутится вокруг системы и её хорошего экологического состояния морской акватории. Но вот эта промжуточная полоса, голубенькая, это, собственно, экономика. То, что называется синяя экономика, морская экономика, синий рост. Сюда входит, поймите правильно, не только то, что непосредственно на море, а и то, что на берегу. Одно из направлений, ну, право всё сказать, невозможно, это land-sea interaction, то есть взаимодействие моря и берега и вовлечение в процесс вот этих процедур и комплексного управления прибрежными зонами и других вопросов. Андрей Дорофеевич, минута осталась у вас. И вот эти основные моменты, они идут как входящие условия. Развитая экономика, здоровый социум, устойчивое управление и хорошая экология. Вот, опять-таки, результаты опроса. Очень похожий опрос проводили неделю назад в рамках проекта, по которому мы делаем эту дорожную карту. Там, в качестве основного критерия успешности морского планирования и управления морепользованием, выделили то, что чистый берег, чистый берег сохранён для потомков. Ну, наши эксперты написали более так, обтекаемые ресурсы моря используются рационально, управление устойчиво. Вот точечные слайды с нашего Кинского залива, порты. Ну, вот то, что там их было, три, стало шесть. Вот это ещё новых, то, что парадным проектам предлагаются, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ещё семь новых крупных терминалов предлагаются с общим объёмом перевалки груза, по-моему, до 200 тонн, миллионов тонн. Поэтому то, что сейчас было 200 с небольшим, в общем, стремится к 400 тонн. Вторая проблемная точка – это ООПТ, особо охраняемая природная территория, то, что всех интересует. Сейчас у нас немножко меньше 10%. Конвенция по биоразнообразию ставит задачу довести площадь акватории с различными, с теми или иными степенями охраны до 30%. Мы попробовали прикинуть, это сценарная картинка, что можно на основании вот данных по экологии, что у нас есть, ещё отнести в разряд, ну, охраняемых территорий, так или иначе. Это тоже сценарная картинка, это нереально. Это сценарная на основании заявок. И последняя проблемная картинка – на мы в территории. Ну, вон, показан весь Финский залив. На самом деле интересен только вот этот участок, очень интересен. Это маркизовая лужа или то, что внутри нашей ограждённой акватории. За 30 лет с момента разработки проекта у нас засыпано 10% в акватории. Это вызывает существенное снижение защитных свойств дамбы. Это уже проявилось. В 2018 году при наводнении город был подтоплен стоками Невы, не внешними, а стоком Невы. А если мы возьмём прогноз изменения уровня, который сейчас у нас официально признан, то, что к сотому году мы на 60, примерно, сантиметров поднимемся уровень моря и, соответственно, Финского залива, то ситуация при продолжении засыпки такими темпами будет стремиться катастрофически. Ну, это вопрос, которым должна заниматься дирекция КЗС. Ну, наверное, это что? Предпоследний слайд. Какие виды деятельности надо учитывать в первую очередь? Экологические, официальные или экономические? Ну, вот опрос на нашем форуме показал, что народ за экологические. Дай Бог, чтобы так и притворял их жизнь. Ну, и последнее, что я хочу сказать, что морское пространственное планирование – это очень мощный инструмент, но очень, достаточно сложный, так сказать. Им надо уметь пользоваться. Ну, для примера, проведён молоток. Молотком вы можете забить гвозди, это будет здорово, можете повесить картину. А можете долбануть по пальцу. Вот нормальный морской план в развитых странах, морских, там, мы, например, берём Швецию, Германию, Финляндию, он разрабатывается 5-6-7 лет. И не надо говорить, что, как у нас принято, кто выиграет конкурс, что за три месяца этот план сделает. Это будет фуфло. Всё, я закончил. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей Дорофеевич. Скажите, пожалуйста, правильно ли поняла, вот резюме такое можно сделать вашему докладу, что управленческие решения, вернее, решения о планировании территории должны приниматься не в закрытом кабинете, там, скажем, несколькими людьми, которые облачены большими, может быть, не знаю, постами или властью, а должны приниматься на основе научно проработанных управленческих стратегий. И вот я считаю, что научно проработанная управленческая стратегия, это можно так вот назвать морское территориальное планирование, пространственное планирование. Правильно ли я с поняла? Лена, вы поняли абсолютно правильно. Когда наши, ну, например, шведские друзья начинали свой морской пространственный план, они установили критерии, которым должен соответствовать этот план, и назвали основной критерий, чтобы был мир и счастье всем людям на Земле. А для этого они провели колоссальный объём работ, они подключили, в первую очередь, научные институты, исследовательские собрали данные, пропустили через колоссальный объём общественных слушаний, и только после этого чиновникам представили на утверждение варианты, из которых можно было выбрать в той или иной мере согласованность с общественностью морской пространственной планы. Это очень непростой вопрос, и прохождение плана через общественные слушания занимает около трёх лет. Вот сравните с тем, что у нас идёт общественное слушание, но по тому же порту в Приморске. Ну да, да. То есть, грубо говоря, Александр Юрьевич Дрозденко, по идее, должен принимать решение о строительстве порта или там не строительстве порта, использовав огромную научную информацию, большую, которая представлена ему экспертами, там, может быть, научным институтом каким-то, или группой специалистов, которые просчитали все факторы, насколько там загрязнена вода, например, или она чиста, насколько устойчиво биоразнообразие в Финском заливе, ну и так далее. Это действительно, наверное, сотни факторов различных. Правильно я говорю? Вы говорите абсолютно правильно. Количество факторов сотни, может, даже зашкаливать за тысячи, потому что их действительно очень много. Еще надо понять горизонт планирования. Вот у нас планируют, ну, более-менее реальные данные на 3-5 лет, но строим-то мы на века, и надо учитывать прогноз изменения климата. Он может быть, он может очень серьезно повлиять. Это отдельное направление. Ну, губернатор, любой губернатор должен обладать массой информации, достоверной, полученной от квалифицированных экспертов, от надежных источников. Вот мы столкнулись с тем, что при разработке планов невозможно получить исходную информацию. Вот ее там должно быть, там 500-700 слоев. Эти данные разбросаны по разным организациям, на государственном уровне они не систематизированы. И несмотря на колоссальный объем этой информации, для практического применения ее надо перелопачивать практически с нуля. Андрей Дорофеевич, ну, по-моему, в этом плане Россия имеет преимущество. У нас же колоссальное количество информации в Росгидромете, например, в научных институтах, в университетах, в государственных каких-то учреждениях. То есть статистика, по крайней мере, за советские годы накоплена колоссально. Она тоже имеет большую научную ценность. Наверняка и сейчас ведутся там всевозможные наблюдения. И если воля власти была бы слить это в единый котел, что называется, всю эту информацию, и предоставить ученым ее проанализировать, вот это уже будет и ход к морскому пространственному планированию. Правильно я понимаю? Абсолютно правильно. Вот такое ощущение, что вы в морском планировании уже работаете много лет. Одна из задач, которую мы ставим в морском планировании, не мы как Гермарк Северо-Запад, а мы как международные эксперты, занимающиеся этой проблемой, это формирование базы данных. Единой базы данных по морской акватории, ну, в частности, на Балтийском море. Нельзя сделать базу данных только для одной страны, она будет убогая и не охватывать все. Данных накоплено в нашей стране колоссальное множество, но только если будет соответствующее решение правительства, будет определен формат набора этих данных, входящих в базу, только в этом случае можно говорить о том, что информация, которая накоплена за прошедшие десятилетия, она не пропадет и будет использована по назначению. Огромное спасибо, Андрей Дорофеевич. Да, огромное спасибо. Я нашему участнику напомню, что мы с вами вот начали нашу дискуссию прямо с берегов непосредственно, с точек, где кипят конфликты социальные, а пришли уже к теоретическому вопросу, как грамотно и научно просчитывать вот перспективы развития территориального. Это очень важное понимание, мне кажется, сложилось вот у аудитории, которая нас слушала и у тех людей, которые здесь есть. Уважаемые коллеги, сейчас мы приступаем к дискуссии, к вопросам. Я прошу всех желающих задать вопрос, поднять руку в зуме. Наши ребята будут вас соединять. Пожалуйста, называйте себя, называйте свой вопрос, желательно называйте эксперта, которому он обращен. Если у вас есть выступление, пожалуйста, можно выступить, лимит 3 минуты. Пожалуйста, ждем ваших вопросов. Игорь Агафонов, по-моему, Игорь Агафонов оставил заявку. Вы на связи? Игорь Агафонов, вы нас слышите? Да, да, да. Алло, алло, алло. Да, да, да. Игорь, здравствуйте. Игорь, здравствуйте. У вас что, вопрос или какое-то краткое... Да, я кратенько хотел бы, да, сделать обращение такое. Кстати, только я обрадовался, что это журналистам приведут круглый стол на форуме, даже хотел подъехать, поучаствовать. И вот опять 25. Опять не дали. Поэтому, Лина, вам огромное спасибо, что вы занимаетесь таким серьезным делом, как и журналистика. Вот я хочу что сказать. В Санкт-Петербурге продолжается общий рост заболеваемости. Рост новообразования у детей за последние 19 лет вырос в 5 раз. Санкт-Петербург возглавил в 19-м году антирейсинг субъекта федерации и поднялся с 34-го места на первое, с большим отрывом, в том числе от Москвы в два раза. Финский залив это ключевой водный объект для отдыха и оздоровления жителей. По данным Роспотребнадзора из года в год купаться в Финском заливе запрещено, пляжей критически мало. Залив летом цветет, в теплые годы постоянно люди травятся водой. У меня в Сумову был теплый год, там, по-моему, 19-й, дочка отравилась, купалась в Финском заливе и отравилась. У нее было кишечное заболевание. До 70% форечных сражений Ленинградской области не работают. И это официально сказал президент, губернатор Ленинградской области Александр Ильич Дрозденко, не говоря уже о других загрязнителях. Когда проблема решится, непонятно. Со стороны Ленинградской области я вот слышал, что сроки решения этих проблем непонятны, что без федеральных ресурсов может быть и никогда. Финский залив объект международного значения. И я хочу предложить, вот есть еще один инструмент и возможность привлечь федеральные деньги, так называемые федеральные проекты в рамках национальных проектов. И я считаю, что необходимо включить в резолюцию круглого стола предложение по разработке и запуску федерального проекта оздоровления Финского залива. По аналогу с федеральными проектами оздоровления Волги и федеральным проектом сохранения озера Байкал в рамках национального проекта экологии. Все. Спасибо за внимание. Огромное спасибо вам за предложение. Мы непременно включили его в резолюцию. Я не представился, Игорь Агафонов, член Общественного Совета и Применпромиссии Природной Российской Федерации. Да, да. Спасибо огромное за предложение. Мы включим его в резолюцию круглого стола. И я хотела сказать, что да, мы подготовим, оргкомитет подготовит резолюцию и ознакомит обязательно всех участников круглого стола. Спасибо, Игорь. Есть еще какие-то выступления. Так, знаете, кто есть у нас? Да, друзья, я хотел осветить такую проблему. И о том, что экоактивизм на сегодняшний день оказывается преследуемой полицией деятельность нашей коллеги, нашей активистки тоже, Марине Паркиной. Ну, тебе, потому что тебе уже постоянно ходят. Полиция приходит по первым собыскам, во-вторых, постоянно к тебе приходят. Скажи, пожалуйста, по поводу вот этой ситуации. Ну, не переживай, потому что к нам обоим были опыски, да, и взяли технику. Просто хотел, чтобы ты поделилась вот этой ситуацией, рассказала всем гонениям. Немножко, чтобы общаться не о том, о чем хотелось бы говорить, но хорошо. Ну, я могу сказать пару слов. Безусловно, мне кажется, что в течение довольно длительного времени считалось, что наша власть более-менее лояльно относится к экологическим активистам и как-то прессует их меньше, чем общественников и политических активистов, которые уже выступают с более политизированными инициативами. Что касается меня, да, действительно, 6 февраля, как многие, наверное, читали в прессе, у меня был обыск, потом ко мне приходили 10 марта, 11 марта, вчера приходили опять, мы даже вот в связи с этим спецом, смогу ли вообще сюда набраться или опять будет полицейский картон стоять возле парадной. Ну, а что здесь скажешь? Даже не знаю, видите, как бы это запугивание активистов, это воздействие на неравнодушность, да, на тех, кто занят какими-то общественными инициативами, потому что, ну, вот как вот я видел, скажем так, краткую справку на себя, да, то есть активисты зеленой коалиции против застройки там парка интернационалистов борются за сохранение фарфоровского поста и еще и стоп-порт, и вот как раз когда ко мне приходили из уголовного розыска, вот они спрашивали, что это такое за стоп-порт, а почему его там против, а где это порт, это где, о, под выбором, а чего? Вот, то есть как бы мы сегодня уже касались не раз в своих выступлениях того момента, что правая рука не знает, что делать ты, у меня такое ощущение, что в наших правоохранительных органах примерно такая же ситуация, то есть у них стоит установка прессовать, а кого прессовать, зачем, по какому поводу, они сами, честно, мне кажется, не очень понимают, ну и вот в результате становится такая парадоксальная ситуация, что вот как бы я такой враг государства, хотя мы многократно, наверное, уже высказывали и выступили. Значит, вот сейчас Игорь Аковлевич как раз говорил о национальном проекте Финский залив, который движение стоп-порт всецело поддерживает создание такого проекта. И вот то, о чем мы сегодня говорили, введение комплексной экологической экспертизы и то, о чем мы говорили о стратегическом планировании, о понятии устойчивого развития российской части побережья Балтийского моря, это все как бы с моей точки зрения именно проявление патриотизма, а не наоборот, как нам пытаются представить. Вот, и то есть сейчас на сегодня что мы видим? Планы расширения порта в Высоцке, планы расширения порта в Санкт-Петербург, строительство Приморского УПК, бухта Батарейная, вот этот ультрамар в Вестино, большинство из этих проектов выглядят недружелюбными к нам, вот, я имею ввиду непосредственно население Российской Федерации, да, жители Петербурга и Новгорода. Марина, спасибо большое, три минуты как бы мы уже истратили на это дело. Я хотела бы обратиться к Филиппову, Николаю Борисовичу, который должен нас слышать. Николай Борисович, вы на связи? Я не слышал, он не слышал. Вы с нами, Николай Борисович? Это человек, который работал над проектом при остановке разрушения берегов Финского залива. Были сделаны огромные работы, проектные работы, были готовы уже документы к началу, собственно говоря, работ, потому что надо действительно защищать залив, он очень серьезно разрушается. Они просчитали сценарии разрушения берегов по одному из которых Зеленогорск, например, может отступить на 100 метров, да, через несколько десятков лет, у нас просто будут разрушены там участки, которые сегодня стоят с красивыми домами, да, вот, но так случилось, что вот этот проект осуществить не удалось, и мне бы хотелось, чтобы три минуты Николай Борисович рассказал нам об этом, вот таком феномене, да, что у нас власти, субъекты федерации не могут вот из-за законодательства, да, вот существующего, вот, приступить к таким работам защиты берегов от разрушений. Есть Николай Борисович? Нет, его пока нет, Нет, Татьяна Павловна Артемович, задать вопрос, я перевел член группы, Татьяна Павловна, вы нас слышите? Увидите. Увидите. Татьяна Павловна? Сейчас она вошла, кажется, под двумя аккаунтами одновременно, сейчас попробую другой подключитель. Пока Татьяна Павловна подключается, Сева, скажите, а что там пишут в чате? Может быть, вы нам прокомментируете какие-то вопросы или сделаете там какую-то выборку? Может быть, они обращаются к экспертам, к нашим? Сева, слышат меня? Да, я вас слышу. Там была такая дискуссия достаточно большая с представителем Петербургского нефтяного терминала. Ага. Собственно, вот, я так понимаю, там вопрос был у него к Арсимиру, вот, и Никита передал вопрос. Так что, да, я, наверное, могу тогда Кирилла тоже отдать ему, что ли, право голоса, так сказать. И тогда вот эти вопросы тогда, может, обсудим, он сам более детально озвучит. Я правильно понимаю? А Татьяна Павловна может подключилась тогда уже после Артемовой? Татьяна Павловна что-то я вроде подключил, но пока я... Нет, да? Ну, давайте Кириллу тогда дадим слово, а потом уже Татьяна Павловна выступит. Да, да, все. Кирилл, вы можете говорить. Так, добрый день, слышно? Да, слышно, хорошо. Сейчас попробую видео подключить, не уверен, правда, что... Да, я вам сейчас сделал, чтобы вы могли видео подключить. Пожалуйста. Да, вас видно, отлично. Да, добрый день, всем очень интересная дискуссия, которая, конечно, получилась. Я просто с небольшим комментарием по поводу расширения Петербургского терминала. Собственно говоря, в комментариях все написал, терминал расширяться вообще не планирует абсолютно. Это замечательная история с Золотвалом, которая нам тоже здесь всем не особо нравится, тоже она как бы не имеет нам никакого отношения. терминал даже вот модернизируя свои мощности, мы, соответственно, даже уменьшаем грузооборот, потому что, если касаться модернизации, у нас сейчас 59 тысяч кубов на месте, которое будет модернизировано, а после модернизации там будет 53 тысячи кубов. То есть даже мы уменьшаем мощность к похоронению. Просто там переход от мазутных грузов, которые грязные, к чистым, более чистым грузам, которые, ну, продукции высокого передела. Но это связано объективно с модернизацией НПЗ. То есть тут мы чисто в тренде работаем. И, соответственно, будет более оборудование по последним слову техники сделано. Поэтому вот все высказывания о том, что мы расширяемся, намываем территорию, это реально не соответствует действительности. Так что мы остаемся в своих пределах, грузоборот у нас тоже не вырастет, просто произойдет структурное изменение этих грузов. Если мы сейчас большую часть мазута переваливаемся, то будет переваливаться большую часть светлого нефтепродукта. Как бы вот небольшой комментарий. Кирилл, спасибо вам большое. Вы знаете, это очень интересно. Мне кажется, вот, понимаете, к нам уже подключается бизнес, ну, представители бизнес-структур, и мы как-то уже начинаем так работать полноценно. Да, действительно, вот все секторы общества, нам очень не хватает органов власти, может быть, но это дело такое временное. Спасибо вам за информацию, это очень важная информация. Терминал всегда открыт к общению, мы как бы никогда не закрываемся. Более того, вот все вот эти измерения воздуха, которые мы проводим, фактически, это будут вьюг по большому счету, потому что, как сказать, санитарно-защитная зона терминала, она заканчивается как раз посредине вот этой несчастной свалки, которая сейчас, сказать, громоздят. А сделая замеры, мы просто показываем жителям, ближайших районов, что нам не безразлична вообще их история, как бы мы внимательно относимся к их жалобам, вот, и пытаемся, по крайней мере, просто что-то сделать, показать, что объективно здесь особо ничего такого и не было. Поэтому, ну... Да, Кирилл, ну вы знаете, я должна сказать, что вот в сентябре месяце, после выхода материала про эту свалку Беглова, да, мне позвонили ваш сотрудник из терминала и пригласил на экскурсию. Вот это было в сентябре, да, сейчас уже за окном у нас марта, вообще конец марта, да, экскурсия так и не состоялась. То есть, как я понимаю, это сложный вопрос взаимодействия с общественностью. Я вот еще пригласила, хотела сказать, чтобы были еще какие-то активисты, поэтому, вот заявляя о том, что вы так вот хорошо как бы коммуникируете, да, вот давайте посмотрим, а как же за полгода, даже больше, да, нельзя было пригласить там журналистов или там представителей местных, там жителей, сообществ, да, на экскурсию, потому что запах есть, об этом говорят люди. И действительно, этот вопрос требует вот просто общественного обсуждения и очень внимательного и доказательного, да. Да, ну, я просто нахожу историю с запахом, кстати, очень показательная история. Фонтанка очень здорово освещала. Цистерна с Меркаптаном, которую обнаружили потом в зоне жилой застройки. Кому приехали первыми, кого сделали первым краном? Конечно, ПНТ. А по сути, ПНТ вообще абсолютно даже отношения к этому не имел. И это как бы потом уже все, скажем так, в процессе расследования уже стало понятно. Но первым делом собак как бы повесили на нас. Мы за то, что расследуют любой случай, как бы любые какие-то мнения, там, если нам звонят, нам говорят, мы пытаемся что-то сделать. То есть, по крайней мере, не закрываемся ни от кого. Мы готовы абсолютно к диалогу. Давайте взаимодействовать. А по поводу... Я вас просто перебил. У нас вообще терминал был закрыт по поводу всех рико-видных замечательных ограничений. С этого года вроде как все ослабляется, поэтому, в принципе, теоретически можно как бы рассмотреть визит. Единственное, что... Понятно, производственный объект... Хорошо, спасибо. Просто есть некоторые ограничения. Да, хорошо. Спасибо большое вам, Кирилл. Спасибо. Кто у нас следующий? Татьяна Павловна, вы на связи? Давайте. Да, друзья, я почему вопрос и подобные возникают же. Ведь, как рассказывает Кирилл, это очень крутая тема, что там, наоборот, экономическая обстановка улучшается. Но ведь, опять же, общественные слушания были скрыты, когда мы узнали о ней. Все данные пропали внезапно. Пропали сайты организации, которые проводила слушания. Сайты комитета по кровопользованию. Сайты терминалов. Вся эта информация пропала. Когда мы спрашиваем у рабочих, а что у вас тут будет? Они говорят, да вот терминал расширяется. У нас же, опять же, вы поймите, на нас нет цели идти, вам сказать, вот терминал плохой. У нас есть цель докопаться до истины. Пока у нас есть вот такая информация. Опять же, приглашение, мы же еще в августе предлагали. Приглашите, покажите, что вы там хотите сделать. Ну, хоть пригласите в кафе где-нибудь и покажите на какую-то презентацию, что вы там, чтобы люди вам задали, активисты, местные депутаты, чтобы шел какой-то диалог. Понятно, через Смольный мы ничего не добьемся, они там сами окопались в крепости, но чтобы был диалог, общались. Если, ну, вы нам не верите, я вас приглашаю, давайте махнемся квартирами, я поеду к вам жить, а вы у меня. подышите пару недель ваши газы и все до вас дойдет, понимаете, все ваши станции замер воздуха, они, ну, вы откажете от них сами. А если вы еще там поживете у Балтийского бульвара, здесь жители каждый день чуть ли не пьют, а воню всякую, ну, вы поймете, о чем речь. Можно маленький комментарий? Кирилл? Кирилл, да? Да, да. Я просто, ну, как сказать-то, по поводу этого несчастного золотвала и расширения, посмотрите на карту, если бы это были мы, вот, с точки зрения банальной эрудиции, почему мы сыпем с другой стороны? Если мы расширяемся, почему мы сыпем со стороны Казакова, а не сыпем от себя? Как раз это, с точки, если мы бы расширялись, логичнее было бы начать отсыпку от нас, если это мы. Друзья, друзья, я считаю, что мы обменялись мнениями, этого достаточно, но, Кирилл, на самом деле, у вашей фирмы, предприятия, организации, не знаю, как вас назвать, есть прямой резон провести круглый стол с общественностью или там встречу какую-то, или, не знаю, как вы ее назовете, информационную минутку или летучку, или как вы назовете, с местными жителями. Давайте об этом договоримся. Это было бы очень важным, одним из важных результатов нашего круглого стола. Это все вполне возможно. Но, опять же, подчеркиваю, если вы видеоролик посмотрите, который мы сделали специально, чтобы это объяснить, как можно больше широкой общественности. Он выложен на сайте, он выложен на Ютьюбе, то есть я ссылку на нее присылал. Там вот большая часть вопросов, она снимается, вот то, что Крисимир говорил, там показать, что мы будем делать и как мы будем делать, там все прекрасно рассказано и показано. Среди, конечно, можно, без проблем, открыты к общению. Да, да, да. Я думаю, что есть повод на самом деле. Да, спасибо вам большое. Коллеги, есть ли еще вопросы? Есть ли еще вопросы у общественников наших активистов, которые присутствуют в офисе Биллона? Есть ли вопросы в Ютьюбе? Сева, Сева, что скажете? Так, ну что я скажу, вопросов пока нет. Да, дорогие участники, кто у нас в Зуме присутствует, если у вас есть вопросы, тяните, пожалуйста, руку, и я вам дам право голоса. Дорогие друзья, я думаю, что мы сегодня закончим уже нашу трансляцию. Мы действительно работаем, поработали около 4 часов без 20 минут. Вот, время большое, напряженное. Вот, спасибо огромное всем. Всех еще раз говорю, мы ознакомимся с нашей резолюцией круглого стола. Это первый круглый стол вот Биллона проводит, но я думаю, что последуют еще столы на разные темы. Вот, это мы постараемся вот содействовать принятию решений, налаживанию контактов с органами власти, да. Вот, и для того, чтобы наше море было красивым, чистым, голубым, и нам радостно жилось на его берегах. Спасибо большое, всем удачи в ваших важных делах. Кирилл. А у нас еще есть вопрос. Нам нас последний вопрос с Кириллом. Мы можем... Так, пожалуйста, давай. Кирилл с нами? Кирилл с нами? Кирилл, вы с нами? Кирилл, вы с нами? Сейчас, одну секундочку, я сделаю, чтобы Кирилл был с нами. Пожалуйста, Кирилл теперь с нами. Да, добрый день. Ведь и вы, и мы, мы оба жители этого города, да. И мы вот сегодня очень много говорили об управлении прибрежными зонами, о том, что это самая ценная территория города, которая только может быть. Вот как житель города, ответьте нам, пожалуйста, прямо и честно на вопрос. Считаете ли вы, что именно в прибрежной зоне Санкт-Петербурга, в одном из жилых районов, в 300 метрах от жилой застройки, должен располагаться вот такой вот терминал перегрузки каких-то там нефтяных или каких-то там светлых и тёмных нефтепродуктов. Или город. Я не говорю о том, что это должна быть инициатива бизнеса, поскольку понятно, что вы коммерческое предприятие. Или вы считаете, что город должен предложить вам другую адекватную подходящую площадку, где вы могли бы модернизировать это производство и спокойно и качественно продолжить выполнение этой нужной функции. Но не здесь, не посередине жилой застройки. Вопрос. Меня слышно? Да, вас слышно. Слышно, да? У меня вопрос, откуда взялась цифра 300 метров? Сразу вспомнил. А я не про метр вообще. Мне вы сказали, в зоне жилой застройки в 300 метрах от жилой. От одного из активистов, жителей района. Вот я советую посмотреть, потому что до ближайших домов больше полутора километров. Полутора километров? Я согласна, мы не спорим. Второе. Вообще, в принципе, общепотребительная практика, например, европейская, это в Стокгольм даже, если тоже взять. Примерно, ну, чуть поменьше комплекс, он прямо среди домов находится. Можно открыть карту Стокгольма, посмотреть на это прекрасно. То есть вопрос такой интересный, потому что я не могу как бы комментировать вот такие глобальные вещи, но тем не менее, мы не видим никаких, так сказать, отрицательных воздействий на окружающую среду от нашего терминала. И я как-то, Краснемир звонил мне и говорит, вот у меня сейчас пахнет. Я работаю на терминале, просто-напросто сижу физически здесь. Я пошел на эстакаду, где сливают нефтепродукты, и ему говорю, нет, Краснемир, вот я стою на... Ну, вот, понимаете, ну, как вас еще убедить? Я вот я стою на эстакаде, говорю, Краснемир, вот здесь не пахнет. От вас пахнуть может, ну, как бы сказать, из многих каких мест. Почему вот именно от нас? Честно, вот не пойму. Потому что мы как бы самые-самые открытые, что мы как бы идем на дискуссию, на диалог, и нас легче всего обвинить. Вот тут немножко мне непонятно. Сейчас. Мы с вами говорим системно об управлении прибрежными зонами. Мы сегодня пытаемся понять, как управлять прибрежными зонами. И мы говорим о том, должны ли в прибрежных зонах располагаться промышленные предприятия, и в том числе вот по переработке нефтепродуктов. Может быть, имеет смысл городу подумать о том, что эти предприятия надо убирать из этих мест. И дело не в том, полтора километра до жилой застройки или 300 метров. Это не принципиальный вопрос. Полтора километра – это тоже не очень далеко. Мы уже не говорим об аварийной, возможной аварийной ситуации. Не будем даже упоминать о воздушных. Да, так уж нет. Лариса, по-моему, вы правы абсолютно, что об этом должны думать органы власти. Не сам терминал, который имеет свою землю, свою собственность, он ни за что от нее никогда не откажется. Действительно, органы власти. А каким уже это будут решения? Какие они предложат альтернативные варианты? Это уже действительно дело другое совершенно. Вот. Уважаемые коллеги, я все-таки приглашаю всех закончить нашу дискуссию такую обширную и, слава богу, мне кажется, интересную. Спасибо всем огромное за участие. И до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.